всем привет сегодня у нас уже 9 октября влажная ну сегодня можно сказать пасмурная погода потому что дождя как бы нету он моросит понемножку но это не ливень даже у нас быстро подсыхает я пока мисс не достиг так петрова интернет все так же лагает посмотрим сторону жумабаева надо будет проехать сторону жумабаева проще выехать навигатор совершенно не помогает сегодня я решил подучить слова но таким интересным способом я учил неправильные глаголы на английском языке в свое время что-то я выписал себе их и заучивал вот теперь я решил через английский выучить казахские слова то есть перевод на я знаю как я тут развернусь как ты здесь развернусь вообще люди даже невозможно здесь можно развернуться наверно только если до середины доехать но запрета нету здесь угол срезали где вот этот стоит стол да папа проще было бы попроще было бы все это дело делать делать и первое слово у нас это держать паре этимология этого слова такое же как у слова лучше то есть изначально в английском языке это сделай лучше да как бы сейчас поставь ставку да то проиграла у тебя но сделай лучше да там поставь на кому-то другого что-то в этом роде по-казахски это будет без салу поставь 5 без тел или без тел без по-казахски это 55 наверное это хорошо подай 5 вот без салу или без тел пока мисс грамматику на казахском языке я только учу поэтому интересно куда нас направят в принципе сегодня катаемся движение не такое уж сильно не загромождено по городу по-хорошему мне бы сейчас упасть на историю дальнего востока но мне это принципе за 5 дней надо выучить этому не эксперт можно так сказать и что нам куда нам как нам где-то здесь пока не могу 31а 31 29 31а это вот этот магазинчик походу да приехали на месте молодысь куда мы едем у нас же не бегать киерея второе слово это кат в казахском языке так интересно что тут делится то есть резать это кисут урау кисут урау но допустим резать барана это уже сою а почему резать дерево я не знаю но вот в казахском языке и выражение резать дерево она уже ою ну это получается пилить я так понимаю а а а а масла за небе кирида а можно спросить? я казанский учу на казахском сделать ставку поспорить, да? это без салона? а по-казахски как говорят? давай поспорим нет такого? ты не казах? не казах? не похож? не похож? не просто ты говоришь учу я думал, ты не казах мы же в казахстане не родной язык получается? мой? да нет, я казах только я плохо знаю просто казах аааа а казах там? ерминтал ерминтал да, да даст гуг ну, гугл переводчик как? даст гуг даст сделать ставку небеса даст 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 надо будет записать да у вас да можно я просто перевожу с помощью словаря у меня дома словарь ааа у меня русско-казахский словарь большой на сто тысяч слов есть но его переводили еще при Советском Союзе да типа звук да так поспорить даус алу даус алу это слово взять даулас алу даулас 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 дауласу дауласу да дауласу это чисто гугл переводит, да? да да так, что нам советуют сейчас я быстро даулас алу и бест тгу а не, бест тгу у меня есть дауласу 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 поспорить дауласу спор этот дал в казахском языке много слов, допустим, производных от алу ну например, есть аперу да это тоже там производная это как бараб алу он он тоже развивалась и где-то сокращение шло в казахском языке даже даже своеобразный такой язык вот, например, я вот читаю и вот пилить, то есть по-казахски пилить это резать дерево ою 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 а резать барана это уже сою ну что интересно сейчас я перевожу пилить пишет куэру куэру и стрелять и стрелять и стрелять но там ату и этот все равно глагол у нас все равно в казахском языке в конце предложения стоит его никогда не перепутаешь стрелять допустим ату ату это еще кидать бросить как будто ну ату это еще кидать бросить в казахском языке диалект есть ну допустим запад юг восток север и некоторые различия в словах есть можно обычно язык развивается как допустим здесь на севере ну такое слово появилось допустим как огуршук да жащик ну русский язык слова которые переиначили на казахский язык да ваганта то есть было русское слово как-то его изменилось получается вот казахское слово там допустим на юге некоторые слова узбекские переиначивают ну и они входят в состав и ну удобнее там человек обычно делает так что вот язык развивается по упрощению сокращение слов как и 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 дождь нужен потому что это земля увлажняется хотя в городе-то он не нужен в городе воздух чище становится, пыль прибивается мы же дышим этой всем пылью, она внутри оседает в легких кажется, что человек не чувствует пока молодой а уже с возрастом начнется астма, кашель я сейчас учу грамматику, потому что я тоже перевожу через Google и он не совсем корректно переводит как ты напишешь, нам надо правильно написать на русском чтобы он правильно перевел на казахском ну да, от предложения в казахском языке же все части предложения они друг от друга отделены и только согласовываются с глаголом в конце то есть вопросы всегда отдаются к глаголу в русском языке слова взаимозависимы и меняются окончания слова друг от друга зависят, не от глаголов немножко другое построение предложения в казахском языке так интересно есть конкретные, допустим, точно можно сказать не точно длительное время когда грамматику учишь, это понимаешь а когда ты разговариваешь, ты не можешь понять вот это быстро сегодня я изучал личные окончания есть сокращенные личные окончания и длинные личные окончания я думаю, где они употребляются? оказывается, они также оба употребляются вместе если они в одном глаголе присутствуют то есть каждый отвечает за свою частичку проще, конечно, учить язык, когда общаешься но у нас на севере как с этим проблемы немножко у нас не все говорят по-казахски сейчас много и с запада, и с юга ну, так же, они приезжают допустим, на западе они говорят на казахском к нам приезжают, говорят уже по-русски наоборот, в последнее время наплыв ну, почувствовал, что многие на казахском ну, это, наверное, по работе, а где работать? сейчас не работают? ну, нет, вообще, в целом потому что раньше как-то меньше казахскоязычных было это надо столкнуться же с этим сейчас в последнее время постоянно нас встречаешь ну, вообще, с разных сферах людей встречаешь я вот за рулем езжу, да? не каждый говорит, ну, по-казахски хотя казахи я заметил такую интересную вещь люди в возрасте ну, где-то за 70 лет они принципиально не говорят на русском некоторые ну, да, есть они чем-то обиженные и прям так говорят, типа, хазахша айтаси ну, да, патриотизм ну, я думаю, какая-то обида может, их в детстве обижали, русские какая-то обида не патриотизм, а обида можно, может представлять? ну, я называю это как-то не патриотизм, а синдром Патриотизм синдром, да? я иногда бывает говорю, что я корейший Ха-ха! Можно имя поменять в паспорте? Не, ну так жизнь сложилась, что я не учил казахстан. А-а-а. Я получается в русскую школу. Учился в русской школе. Мама казахстан не знает, и, ну, знала, сейчас знает, как дядя разговорный. Отец в совершенстве владеет, но никогда не разговаривал дома. Только в гостях, или с людьми. А сейчас время прошло, и он меня стыдил, ну, за это. Серьезно? Ну, он мне говорит, почему ты даже казахский не знаешь? Я говорю, ну, так это же твоя проблема, ты меня не учил, ты меня в русскую школу отдал. Он не занимался мной в детстве, когда я маленький был. Ну да, получается, в семье есть... У меня уже самого желания нету просто еще. Вот это неправильно, да. Ты же русский язык не придумал. Ну да. То есть, если бы ты там, допустим, сам поехал в Россию, да, там бы обрусел, вернулся назад, ты по-казахски не умеешь говорить. Но ты же в Казахстане русский язык на русском разговариваешь, потому что в семье. Я тоже часто говорю, мне, допустим, говорят, почему, да? Ну, я говорю, вы сами подумайте, с чем это может быть связано, да? Они говорят, с семьей. Ну, я говорю, правильно, с семьей, то есть. Я говорю, вот, у меня половина семьи, да, у меня мама есть, отца нету. И вот, соответственно, мама говорит на русском языке. Она училась тоже в русской школе. И там она забыла казахский язык. То есть, в детстве она знала казахский, она потом его забыла. Ну, у меня тоже дедушки, бабушки знали хорошо. Ну, вот прям, идеально. И в основном на казахском. Но просто я с ними мало времени проводил, поэтому они рано умерли. И поэтому я тоже не знаю. Много не выучил. Хотя многие слова больше от них я узнал, нежели... Нам на Женебейка Кирея проще, наверное, что-то он нам пишет, через Ренборд прям ехать. Он во двор показывает просто. Можем на Бутахана где-нибудь там выйти. Ну, я говорю, допустим, что мне стыдно, что я не знаю казахского языка, но... Мне было изначально стыдно. А сейчас нет, да? Все равно стыдно. Мне стыдно. Я говорю часто, у меня на 0, да? Мне было в один момент тоже стыдно, и я хотел выучить прям. Ну, как-то, не знаю, не сильно, видимо, стыдно. Потом как-то понял, что особо им не мешает разговорность. Ну, так поговорить, ответить на элементарные вопросы без проблем. Просто у нас на севере это не сильно и нужно. Потому что я не сталкиваюсь с такими людьми, которые по-казахски, ну, по-русски вообще говорить не могут. Я сталкиваюсь с теми, которые не говорят принципиально или плохо говорят на русском языке. Ну, просто я в сферах таких работал, допустим, банковской или еще где-то, там, где часто в строительной сфере, там, где часто люди попадаются чисто на казахском, и там вынужден, ты хочешь, не хочешь, тебе придется что-то-то ответить или как-нибудь выкрутиться. И вот только в такие моменты понимаешь, что он нужен, а так не особо. Да. Не критично, так скажем. Это больше, ну, я спрашивал, допустим, людей, которые, ну, изначально говорили по-русски, потом выучили казахский язык. Ну, с чем это было связано? Зачастую супруг был казахом, да, и говорил на казахском языке. И, ну, когда северянин с южанином, допустим, да, ну, и там в семье приходилось, ну, выучить, потому что родственники на казахском говорят, с юга приезжают, а у них родни больше. Ну, и вот, ну, наши северяне, им приходилось, как бы, учить. И еще по работе некоторые учат, потому что они, вот, допустим, у них по работе все по-казахски говорят. Им приходилось тоже. А если нету вот такой необходимости, то здесь уже либо сам учишь казахский язык, если у тебя какая-то внутренняя причина есть, и все. А других причин нету у человека. Потому что язык – это же мышление. То есть, если ты учишь язык, ты должен о нем думать. Потому что реакция при разговоре зависит от мышления. Если ты думаешь на том языке, на котором тебе вопрос задают, реакции быстрее намного. Потому что тут, получается, надо перевести с казахского на русский, а потом с русского на казахский. Ну, и, соответственно, задержка идет по этому поводу. Ну, как ты считаешь, здесь, допустим, национализм растет на севере по языковому признаку? В плане? Ну, вот, допустим, тебя отец стыдит, да? Вдруг кто-нибудь еще стыдит? Бывает такое? Ну, это больше незнакомые люди такие, которые, вот, я говорю, типа, аля патриот. Да? Ну, мне плевать не. Мне где-то раза в три год попадается такой аля патриот. Где-то раза в три в год. Ну, у меня раньше часто было. Да? Да, Хазахша, Сувиле, Ниге. Либо таксист, либо по работе, либо... Какая разница? Шаруан был маслом просто начались. Шаруан был маслом, это что? Ну, не твое дело, но это грубая стиль. Грубая? Да, пусть тебя не ебет тебе. Ха-ха-ха. Да, я тоже заметил, что в казахском языке есть грубая и мягкая форма. Они как-то... Вроде бы с русского переводишь, вроде не совсем грубо звучит. А на казахском как-то грубо получается. Ну, они сами говорят. Типа, вон, шавуабу майда там. Не курите, да? Угу. А, говорят, звучит грубая. Пи-и-и. Или там в казахском надо говорить. Уэ, ты нэш там, пожалуйста. Угу. Угу. Это, я считаю, более расширяет возможности общения. Не, ну да, конечно, это неплохо, это вообще неплохо. Это, наоборот, плюс. Потому что, в принципе, я встречаю, вот, раньше как-то я думал, что, допустим, где-то хорошие люди, плохие. Везде есть хорошие и плохие, даже на юге есть хорошие люди. Ну да, конечно. Для меня в один момент какой-то было, ну, это вот, наверное, ассоциации какие-то было. Типа, кто на казахском общается, это мобеты. Раньше такое было, ну, иногда. Но потом я понял, что, оказывается, есть реально мобеты, а есть нормальные, грамотные люди, которые на казахском красивом разговаривают, качественно. А есть, которые там, ну, вот, всякие, реально, заулов, повыходили. Ну, тоже вот это вот, кладет какую-то, как называется, я вот иду, допустим, по набережной, и там вот лодки сдают, южане. И они матерятся прямо, громко матерятся, и прям слышно. И мать вспоминают, и что там только не вспоминают. Ну да, через каждое слово еще исчез, да? Да, и вот этот оттенок накладывает, вот, мобедизма. Да, да, это осадок дают. Не все, да, но вот ярко-голосые, получается, такие все, вот, которые там кричат, которых слышно. Культурного ты, поэтому так сильно и не замечаешь, потому что он культурный. Не, можно прям до светофора. Ага. Надо сейчас его перевести. Номер какой? 707. 977. 0773. Берег, да? Да, да. Сколько нужно? 1550. Сам откуда? Местный? Ну, как сказать, я тут с 88-го года, но родился не здесь. Родился я ниже, по Ишину. Веселе. Веселе? Да. Можно сказать, коренной? Ой. С виноградом, да? Да. А где здесь? Да. Ну, что-то. Спасибо большое. Все, Жак-сессанс. Счастливо, Джонус. Спасибо за поддержку. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Так, как же нам поступить здесь? Прикольно встретить казаха, который не говорит на казахском. Хм. Так, что нам? На разворот идти? Или на поворот? Так, в общем, без, не без, а без тру. Да? Ну, вот. Логично получается, потому что без это все-таки 5. Но без... Не успеваем. Ну ладно. Подождем следующий запор. Сколько у нас сейчас? Вот 98, будет 99, еще два заказа. И мы рассчитались. В принципе, можно кататься до вечера. Вечером уже упасть. Но у нас и ПУ лекция в понедельник. Там ничего готовить не надо. Учение дальнего учения арабского востока. Это получается аж на четверг падает. То есть надо... Ну я еще тезисы, только первый тезис написал. Кстати, где он тут? Вот он первый тезис. Политические идеи стран арабского востока в средние века. Политические правовые идеи философа арабского востока. Зарождается в 7 веке с возникновением ислама. Вот что мне нравится по ИПУ. Вот мы говорим своими словами вот этими простыми. Нам говорят, нет, нет, извините. Старайтесь использовать специальные термины. Да, такие вот. Как я говорил. Ну специальные термины. Политический, государственный, правовой. Законы естественные. Светский, да. Значение духовный. А нет, светский это значение правовой. Гражданский. Вот это так. Да, стабл. Так, мы тут развернемся. Интересно. Надо исправить бес на бес. Бес салу, бес тю, бес ту. А может и неправильно. Но надо более как у людей... Вот такие термины, кстати, распространены. Как кат, да, это кису. Каст, это тандау. Бродкаст, это радиоаркл, хабарлау. Болжау, хайп-те-болжау. Кост, тру. Ахша-бага-сатурала. Да? Кет, аурту. Хит, уру, согу. Мисхит. Тегзе, алмау. Тут, наверное, неправильно. Тегзеп надо тут. Двойные глаголы надо тут спрашивать. Тут вопрос поставим на мисхит. Это промахнуться при ударе. Кетелесу, жаклосу. Молтки, тул. Вот тоже непонятно. Фит. Допустим, это подходить. Подходить. И что там еще было? Куда делся? Не упала табличка там моя. Да, да, вот она. Надо ее куда-нибудь, блин. Надо магнитик приклеить. Этот. И, ну, этот. Пластинку железную. И магнитиком туда цеплять. Приспосабливать еще, да? Вот фит. Приспосабливать. Ну, вот это слово фитнес, да? Это фит. Ну, я не знаю, с чем связано. Фитнес, да. Фитнес значит подходящий. Нет, это только лет. Руксад ету. Да? Это, ну, как сказать, да? Let me please. Это. Менде руксад етензба. Ет. Руксад ету. Етума. Что-то такое. А куда мы вообще едем? Что-то я на Валиханово. А? Вот он пришел. А? Я. Салянся, дурак. А, салянся. Скид-то хорпун. Может быть, это пшуку? Создал. Может быть, да? Типа хлебон. Скид-то хорпун. Ой, боже. Я думаю, здесь все-таки будет жестко. Скид-то хорпун. Да-я-яй. Создал. Сшарна. Нет. Голодная горь. Гайморит, наверное, твой опять? Нет, это флегмон. Нет, это флегмон. Антибиотик возьми и мазь, это в Вишневске или что-то прилепи. Скидки на номер? Типа флегмон у тебя похож. Ну, я спасу. Я Ханкана, а оттуда она не фиксалась, пошла. Ладно, антибиотик поможет, да? Антибиотик, еще мать, аппликации сделай. Там прилепи. Вишневский прикрепи или это, левомиколь мать. Вишневский вонючий, левомиколь. Да, аппликации сделай, прилепи и левомиколь. И антибиотик надо пропить, хороший. Хороший. Булбулгальдай. Можно спросить, что такое аппликация? Аппликация, это вот, когда мазь накладывается. Ну, вы говорите, просто сказали, гаймолит. У меня вот тоже насморк. Нас нарушит? А, ну, там, флегмоном, типа флегмоном, типа флегмоном. Или от слезного канала. Аппликация, это вот, когда маслом на лице замазываешь, а ведь салфетка. Выкладываешь их, это и есть аппликация. А, просто у меня вот насморк не проходит долго. Ну, базомоторный венит, наверное, или гаймолит. Там он, как-то, антибиотиками лечится? Ну, надо промывать, да, и антибиотики есть. Промывание фаруцерином сделать. А как, шпицом в нос? Да, ну, шпицом, когда в нос промываете, голову поворачиваете на ту сторону, которую вы промываете носом. А, ну, они на разных сторонах находятся, да? Да. Там мешочки же, да? Пазухи. Пазухи. Голову поворачиваете вот так вот, и не под давлением, а медленно. А, и он внутри в пазухи заходит? А, и при этом могут открыть дозу, где оно аутоджатло. И так пробует. Одну ноздрю сперва, потом вторую ноздрю. Надо тоже сделать, а то я этот. И потом надо вам тоже антибиотик раз долго оттягивать. Если это просто вирус или такой ремень. А, безусловно, да. Утром как-то мало. У меня долго не было. Вот морозы первые пошли. Я в поле не буду, наверное. Да, да. И вот морозы вот эти пошли, когда вот минусовая температура с утра была. А я в джинсах без подкладки, без ничего вышел. И замерз. Пока домой пришел. И сразу пошло. И, ну, ну, как-то, блин, прям. Потом, когда сморкаешься, что-то неплохо становится. Да, надо семечки получать. Потом, ну, кислень, например, две таблетки допустят. Когда там перестанут, выжили. Ну, надо будет не плетать. Ну, какая разница? Чуть-чуть болезненная. Ну, получается, голову повернул и потихоньку заливаешь. Да, да. Ну, куру там тоже пришел. Ага. Давление. Вот, видите, это больше там же. И потом сколько подержать и потом высморкаться, да? Она сразу, когда будет к нам обливать, она намолкнуется через это. Аус, нам загибли. Потом сразу высморкать, смещаясь. Так сколько, пару дней сделать? Ну, дней пять. Да вы сами почувствуете, когда вам это не надо будет. Потому что у вас не будет там такого. Да, надо и ссыпать. Вот, куру с ней натёк снимают. Пути воспаление. Да, просто в таблетках покупаешь, да? Да, две таблетки допустят, когда на таблочке идешь. Почему только цвет там уже есть? А что из антибиотиков такого? Может, простого? А что из антибиотиков такого? Может, у тебя там? Токсин. Токсин называется? Токсин. Токсин? Токсин. 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 А то я вообще никогда не лечусь. Ну, надо один раз прончиться, чтобы я знал. Потому что здесь бактерии называют. То есть, здесь бактерии. Сок на дисок, не ходи. Сок на дисок. Да! Блин, этот клуб должен был отлоток. И вот. И что самое интересное, я один раз простыл, так я в тепле постоянно, в машине же езжу. Так обидно, что не на улице там работаешь. Раньше я работал на улице, у меня насморк постоянно был. Потому что там холодно, постоянно мерзнет. Особенно зимой. Вот такая интересная вещь, когда насморкаешься, аж в ухе что-то звенит, связан каналом каким-то... Ниже это, у нас огонь все связан, сушаем. Поэтому когда промывается на полотах, чтобы давление на суховый телефон обоработать. А, вот. Снять давление. Это делается laquelle мы можем сделать, сушить на полотах. Меня, Gardner, меня ищем здесь. Назадка, немыслим-то, но ими ангелом, ровно ими ангелом, в заболевание. Чувствую, да, насадка, Я вижу, что перестанка идет, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Там ещё, да? Там ещё, да? Ааа, вот говоришь? Ааа... Ничего, нормально. Нормально, я еду. Откуда ты доверёшься? Ааа, давай, Tulis. Откуда ты? Пора. Орлежь. Не далеко осталось? Да? Не далеко. Мы проехали через мост. Три минуты пишет. Алло, вот я на такси. На такси подъезжаю. Какая там квартира? 50? Три минуты пишет. Три минуты пишет. Алло, Эдуард, она хотела. Что делаешь? Тебя ждут. А не, дед, мы нашли, пока не выкладываем, не знаю, я вам сама, что-то, дед. Так, спасибо за поддержку. Как и я-то, как будто казенный. Интересно, скоро я коробку ушатаю, если будем усыпление держать, не выжимать полностью усыпление. Где-то, 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 где-то. Не здесь, здесь, не здесь, не здесь. Вот здесь. Вот здесь. Будем троиться. На зло врагам. Ну, пазухи фурацелином пробуть надо бы. Едем на Ташеново. Рядом, однако. Ташеново, Ташеново, Ташеново. Здрасте. Здрасте. 707, 977, 977, 973 モンベ zebra モンベ Пятьдесят 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 Все ушла Крыла Thanksgiving Закрыл Крыл Пятьдесят Пирожие Пирожие Пирожкие Пирожие Пирожие Или шо? Это вообще не смысл. Я сейчас говорю шо, звучит легко. Шо тебе надо? Шо ты хочешь? Муха ЦЦ, да? А вот пятьдесят, конечно, режешь. Ну, на самом деле, например, слово всегда, да? Да, это сокращение, от все года. Да. Много таких слов, которые, ну, уже... Внутренний смысл, подлинный смысл, да? Ну, изменяются, модернизируются. Что... Как это сказать? Даже вот замечаю, вот в английском языке они читали реже произносить букву Т. Ага. Только в самых таких местах, где уже без нее нельзя. А вот на окончании, в середине слова они их просто не произносят. Я это заметил, когда я пытался американские песни учить. А-а-а. И вот, а я... Ну, не слышишь ты этой буквы Т? А. Вот они ее пишут, ты ее пытаешься проговорить... А, она к ней не входит уже. Да, в темп не попадаешь уже. Да, 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 я поняла, о чем это, да? И когда я уже начал эту Т выкидывать, в темп начал попадать, уже понял, значит, они вот даже в песнях они вот именно отказываются. Да, да. Отказываются. Есть наше замечание. Да. Да. Да даже, вот, в казахском языке есть казр, это сейчас, да? Ага. Чаще слышится каз. Каз. Спизр. Просто каз. Каз беремен, каз куремен. Да, отлично. Нет, пожалуйста, не пришлось выучить? А в любом языке такое присутствие? Конечно, конечно. Опять же, вот конечно, только лично. Угу. Да, вот. Вместо Ч в Ше. Ну, тут уже по произношению, где пишется Ч, произносится Ш, это правильно? Это уже грамматика русского языка. У меня тоже это в свое время как-то И я на русском учился, мне проще было. А другому человеку объясни, почему в слове Солнце, да? А, да, да, да. Не слышится. Не слышится. Поэтому тебе надо какое-то проверочное слово там искать. А писать надо. Вот, например, у казахов большая проблема с буквой, которая не пишется в русском языке. Например, знак. В нем по звуку есть буква «Н». Но она не пишется. Знак? Да. Зынак. Человек, когда на русском языке, он даже ее не слышит. Да, вот. А она там есть. Транскрипция есть ли, да? Да. И вот это вот интересно так. Когда ты в саму грамматику заходишь и смотришь. Ну, русский язык, я бы сказал, он очень сложный для неносителей. И за обилие вот это вот окончаний. Ну, в казахске тоже вот. В принципе, я всегда работала в группе. В такой службе везде пытались учить казахский язык. И когда носитель преподает, носитель не понимает, почему ты не понимаешь. А-а-а. Ну, это уже подход, наверное. Да, да. И вот сколько раз. Ну, как же так? Тут же все понятно. Ну, нужно... Вот. Мне вот здесь вот надо. Где он, снаружи? Да, вот тут вот, да. Угу. Все, все, все. Угу. Спасибо вам большое. Ну, пожалуйста, удачи вас. Очень много интересного. Ага. Хорошего дня вам. Удачи. Оношение качества обслуживаемое. Поставьте на наценку в приложении Яндекс.Такси. Так. И как же поступит наш герой? Где-то впереди. Где-то вот здесь. Где-то вот здесь. Так. Я забыл включить камеру. Пропустил. Получается одного. Ну, одну поездку пропустил. Получается, с молодежки на Тархана. Да, вот сюда. Не сильно далеко-то пропустил. Там тоже был паренек, славянин. Здравствуйте. 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 Извините, можно спросить? Спросить можно? Да. А вы по-казахски хорошо говорите? А вот как по-казахски сделать ставку? Ставку? Да. Вот я тут перевод нашел, но не знаю, правильный он или нет. Дастру. Дастру. Там которая bet. С английского языка перевод. Там bet написано по-английски. Самая первая. Там, ну я нашел в словаре bet. Бес было написано bet. Или bet, или bet, я вот не могу понять. Как вы можете сделать ставку? Сделать ставку. Поставить. Ну это как этот. 1xbet что-то было. Даус, даус, даус. Даус, даус. Ну тоже там, даус. Даус, да? Даус. Это правильно, да? Да. Просто я... Да, я не знаю, я в ее рассмотрю. Ну это вот в словаре я нашел. Даус. Даус, правильно, там, да? Даус, да. Даус, да. Вот, который сверху оставить надо. Не, у меня есть словарь русско-казахского и получается... Ну там много значений. Он на 100 тысяч слов большой русско-казахский словарь. На самом деле я учу английский, и через английский казахский. Вот так. Я казах. Ладно, русский. Ну, я знаю неправильные глаголы, думал, ну, если я знаю неправильные глаголы, тогда мне проще через английский язык учить. Ну, чтобы за я не пропадали. Потому что я и английский учу заодно. В казахском языке я сейчас грамматику, английскую грамматику она попроще. У них нету таких заморочек, там, допустим, как в казахском языке, вот с этими, там, тру, жатру, отру. Ну, я так понял, что больше всего жатр используется, да? А остальное это как бы где-то в книжках, там. И вот первое время не мог понять, почему вместо, ну, когда отрицательное, там, жатхан емес уже добавляют. Вот, я не могу понять, откуда этот жатхан взялся. Ну, вот, как в голову не укладывается. Ну, грамматика есть грамматика. Просто я учусь на политолога, и мне, как ритеру, мне надо знать и английский, и казахский, и на том уровне, чтобы у меня, ну, как бы, чтобы я мог висеть массом, да, большим, там, с трибуны. Чтобы это звучало еще красиво. А у вас, получается, в семье по-казахски говорят, да? Я в казахском школе. А вы в русской... А все нам заключились. Меня отправили в казахскую, и я принесла в казахскую. Классно. Потому что после нас говорили, и на русском заключали, я говорила в казахскую. На самом деле, меня тоже отправили в казахскую школу. Но у меня там были одни двойки, и меня перевели в русскую. Наверное, девочке проще, чем мальчику. Нет, я знаю, вот эти девочки. Я просто сидел, ничего не понимая. Ну, я тоже так сидела. Да? Потому что я в садике в русском. В садике была одни русские, однако даже. Даже помню, я когда на казахском что-то говорила, мне русский все. И говорили на казахском, но говорили на русском. Прям вот. Пугали. Помню, я детский. И я говорила на русском. А потом казахская школа в Кастане появилась. И мне отец славится и сказал. Тебе казахскую. Нет, нас можно делать в русском. Я понравилась. Ну, на самом деле, знание языка, это грамматика и словарный запас. Я просто спрашивал, как учат русский язык англичане. Они мне говорят, что в принципе, чтобы научиться разговаривать, говорит, много времени не надо. Ну, чтобы правильно говорить. Надо просто выходить за правой. Все на казахском говорят. Не, они объясняют не с точки зрения, как научиться разговаривать с людьми, а как грамотно научиться читать на казахском, ну, на другом языке. Изучается словарный запас и грамматика. Англичане сами по себе. У меня вот педагог, он говорит, что вообще они не так разговаривают, как нас учат англичане. И не говорят, how are you. Они не говорят, они чисто по сленду. Слендик, они не употребляют с ним. У них есть разговорный язык и научный язык. У них нет какого-то, поэтому, чтобы учить английский, участвовать, общаться. Даже в русских странах, где они, с ними общаешься, все, не знаешь. Потому что, что учили, он поест, он не учит, и не употребляет. Они не так разговаривают, они по-треку. Они даже не понимают, что ты говоришь. Они могут ставить даже грамматику неправильно поставить. Вот. И это такое, блин. Они вообще не устраивают, вообще по-другому не устраивают. Ну, я вот, допустим, что заметил, что не соответствует. Это они животных называют как людей. У нас же в школе учили, что животных надо через гид. Они так и говорят щи-хи. Да, у них еще нет то, что у нас учение, у них есть все подробности. И может, надо, чтобы учить язык, их культуру, их вытеку. Здесь можете сказать. Так, там не открывается. У вас Каспий? Я передаю, да. Я передаю то, что мне сказали. Ну, а вы учите английский, да? Да, я там с педагогом занимаюсь. Ну и хорошо. Я нашел одного человека из Америки, просто мне надо с ним... Как-то? Видеосвязь эту наладить. Я не знаю, через какую программу. Через Zoom. Zoom, да? Можно на этом? 707? 907-7? 07-73. 07-73. Да, да. Здорово, это что-то. Знаете, сколько? Спасибо. Просто у меня не открывается. Спасибо. Я кадр? Забыл включить зарядку. И у меня сейчас телефон садится. Надеюсь, он у меня подзарядится. Ну, сейчас посмотрим. 4%, если будет 5%. Так. Блин, я вот дебилой. Она же учит английский язык. Я учу английский язык. Вот, ну, взять номер телефона. Башка не повернется, что ли. Ну, вот. Идиот. Идиотус. Так, готово. Еще у нас тут. Еще один заказ. Вот что, если у вас заказы, блин, один за другим летят. И совсем такие неплохие. Надо мелодию поменять. Где ты? Алло. Да, да, да. Здравствуйте. Вдоль дороги. Ну, я уже во дворе. У меня тут заказ был. Вы где именно стоите? Я возле талисмана. Да. А вам куда ехать? Подождите, на Дулатова. Сейчас я посмотрю. Так, да, да, я на талисмане буду. Так, тут надо будет развернуться. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Еще раз. А вам, малики. Еще раз. Где ларит? Где ларит? Где ларит? Та цыбэн. Довида, вам надо до дыр. Ларит. Дуватова. Играет музыка как ты делаешь? ааааа аааа ааа аааа ааа ааа мне нравятся турки турки добрые я у турков работаю ааа а здесь турецкий ресторан был здесь раньше да в ресторан наши казахи обычно у казахов работаешь они тебя объедками кормят а турки дают а турки нормально там дают то что они едят то это дают сами а наши обычно там что-нибудь приготовят такое там несъедобное аааа ааа 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 там повар был такой алии толстый такой большой алии ааа добрейший человек у него лицо все доброе он всегда говорил тамам ааа 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 тоже делятся как-то вот они он этот готовил донерку донерка была они закрылись уже но раньше у него еще там жена русская была да а а а а но а а а хорошо то что человеку ты его не любишь но все равно делаешь вид что любишь вот только в так а у нас если человека не любишь ты не делаешь вид никакой так и показывать что ты не любишь сказать и такие человек тебе не понравился он тебе и взглядом покажет и словом не нравишься и никогда больше в жизни не понравишься мне хорошо я помню тоже как мы пришли в цирке был тоже турки там были в цирке тоже ресторане взрослый мужчина вроде взрослый да он к тебе так относился на чай принесет до им смотришь вот именно так сервис да что вот как твой друг как другу не как человеку который пришел заказал что-то другу и а Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Солнышко вышло. Солнышко вышло. Немножко. Вкусно получилось. Просит, что его утолкнули. Стартренер работает. Да. Хороший лям. Тор certo. Хороший лям. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 мелочи вроде километр начнешь мелочь разбрасывать и все их она придет оставим мелочь в покое возьмем карточку а карточки нет да нету картики где есть карточка и карточка есть просто в этой столовке рассчитаться можно только либо карточкой либо наличка вот ванфит приспосабливать вот что-то они рекламируют этот ванфит когда на него ходить времени нет так все ставим на паузу делку и так продолжаем перекусил покатаемся выходной знаю там 42 победа 65 на доступ левый берег предлагает развернуться через мира разворачиваемся так разворачиваемся жалко нет есть горит второй вариант республику поехать птички любят яблони кушать на доступ 1 это у нас получается ханшатыр возле ханшатыры прям рядом доступ если что это дружба вообще так понял что что на заканчивается это какое-то существительное дружба это существительное дружба это хорошо адам гершлик человечность к как так про право да что там еще есть ну рухани тут уже нету духовный да материал дак материальный шинок бейбет шлик мир или мирный да вот улица бейбет шлик кстати вот я узнал что дюнье это мир вот тут для это раньше я думал что дюнье кельен это просто родился оказывается это на свет появился или пришел дюнье кельен получается так дюнье кельен вот так интересно что нам тут предлагается у нас тут выбора нету нам тут прямо прям прям прямо будем резать мерседес тогда получается шах а нет митсубиси будем резать не мерседеса митсубиси что такое что ты притормозил так подставляешь меня что ли понимаешь что успеваем да ладно ничего себе вы это видели я успел поедем на левый берег на наш любимый откуда пробки воскресенье что за бредятина что за бредятина с какого перепука или наши друзья славяне наши друзья здравствуйте ассалам алейкум говорят варекам салам славяне да у вас на километр видно не знаю палитесь что ли надо же как-то подстраиваться как-то в глаз сразу бросается вроде и наши славяне вы славяне как-то вы отличаетесь там путин границы позакрывал ну там это обязанных не пускают ну походу взятки да обычно это что порождает взятки же да там и так все на взятки поэтому не совсем порождение просто сейчас наверняка веет зачем аварию делать хорошо откуда пробки воскресенье бренды что люди куда вы на дома отдыхать сидеть откуда приехали санкт-петербург это же как это российская как называется российская Англия можно сказать вечно туманы дожди белые ночи да да как вообще этот петр первый на болотах решил город построить чего долбанул себя это каждый день там спрашивают ну на самом деле это вообще известный факт ему нужен был порт не замерзающий но он все равно замерзающий но он более-менее там как бы сказать по сравнению по сравнению да важно то есть он просто хотел как это называется именно флот развивать то время на самом деле это было модно то есть в Европе с флота все строили и он тоже решил флот построить так что в принципе я так смотрю вот если по миру смотрите с исторической точки зрения люди всегда модные чем тогда занимаются более модным он путин тоже модный да у него мода как бы как называется воевать я там смотрел раз в 8 лет стабильно он на кого-нибудь нападает у него как рука дергается не знаю нервный тип 70 лет человеку ему не немется ну а что такое на самом деле вот я как я допустим политологию изучаю да с точки зрения политологии абсолютная власть абсолютно развращает это касается не только славян у нас то же самое ну если очень богатый человек ну скорее всего он вообще на голову отбитый это 90 процентов который будет тебе вот так в глаза говорить что он с тобой будет делать дела там а вечером скажет что денег у него нет на голову отбитый и при этом у него миллиард будет лежать там где-нибудь под подушкой а он тебе будет в глаза говорить что денег нету братан кризис я когда это узнал у меня жена не знаю мне так грустно стало ну нельзя же так таким чмом быть нельзя надо быть как-то более ну нет у тебя денег хорошо мы поймем вот у меня нет денег я раньше приходил там ну на базар меня знаю да я говорю нету денег нам в долг дайте там два-три дня раскидай ну реально денег нету а тут человек у него при бабках и говорит что у него денег нету а то ненормально так вы положите оба Санкт-Петербург да они как бы друг к другу пришли глаза посмотрели сказали ну может что-то в Казахстан мне захотелось был же у нас Турсунбек да говорил я вообще с Оренбурга я не знаю что-то мне в Казахстан захотелось очень что-то мне очень в Казахстан захотелось говорит да ну его блин и как границу перешли я доволен спокойно на самом деле а вы раньше всех наверное да нет нет мы прям 27-го уже 27-го да ну там самый пик когда жара была да и что на автобусе на чем-то нет мы там часть на машине часть пешком опять на машине ну просто через Кастанай погода жесткая да да погода мы вышли из машины вот если бы вышли 21-го как большинство да вот срыванулись одного тоже вез он говорит вот 21-го Путин услышал 22-го я говорит уже в Казахстане а у нас тогда жара стояла 30-ти градусная и тогда еще было получше а потом вот ну как морозы ну я сам простыл ну как-то не сориентировался 30 градусов потом минус 6 градусов и как-то логика не сработала быстро до сих пор нас мог не вылечить вот у нас вот вот вчера да позавчера 20 градусов было прекрасная погода солнце светит резко континентальный климат сегодня гора да вот погодка суперская ну я люблю свою погоду у нас стабильно 4 сезона зимой стабильно снег лежит по большинству по большинству поехала в Алмату я так смотрю потому что там цены прям рыванулись а куда-то в космическое пространство хорошо на жачку цена не подскочила только на жилье а то мы точно бы вас не взлюбили конкретно тоже как-то уязвимы да в казахстане там не подерешься да там с человеком ну какой степень зачем вообще драться ну не знаю выпили подрались да ну вот у вас в Альске да выпили подрались да я не знаю там там ну они же подрались между собой казахстане трогали я не понимаю тоже ну подрались подрались друзья наверное там я не знаю бывает я вот рос да у меня дядьки вечно друг друга били ну старшего младшего обычно не знаю за что-нибудь зацепится и бьет вот что-то ему не нравилось у казахов я не знаю как у славян у нас получается ну дедовщина как бы семейная дедовщина у нас старшие бьют младших ну раньше так было сейчас уже поспокойнее стало сейчас уже младший на тебя и заяву в милицию может написать если ты его побьешь а раньше до сорока лет могли бить то есть сорок лет мужик с детьми уже там приходит старший брат пиздит его и норма дело и уходит это просто иерархия мы же как бы общественно коллективный строй у нас был иерархия жесткая соблюдалась что-нибудь скажи не так там дорогу перейди старику там вот так и все и хана тебе помощь на севере здесь вот как вы поняли что здесь мы более как похоже на славяне менталитетом чем-то у нас здесь более дружба ну семейные вузы тоже сохраняются ну вот мы как бы совмещаем и вот я так понял в России больше дружба чем семья ценится ну наверное да ну не знаю выше с Россией ну да имеется в виду в каждой семье это по разному я бы сказал у нас в многих семьях дружеские отношения между родителями и детьми есть такое да более свободно более просто что более горизонтально равные да получаются ну да да как бы родители не указывают сверху да ну как только ты там съезжаешь и идешь там работы съем жилья то как бы все а у вас больше получается стараются быстрее съехать да традиция ну обычно в университет когда отправляешься мне кажется это очень часто с регионов там а кого учились а кого учились а кого учились хилфак и инженер и инженер один душой и другой руками да ну я например считаю что человек должен совмещать в себе и инженера и филолога вместе потому что это как-то тело без мяса ну тут есть мясо кости и мясо и должна быть душа вот в этом всем добре нет абсолютно нет абсолютно ну что вот вроде бы у вас президент человек образованный посмотрел я не могу понять вот когда у него вот этот произошел перерыл перелом я же восьмом году на него смотрел он там с красным лицом говорил что все у вас будет хорошо да мы русские молодец хорошие слова говорим что такое старость старость а маразм да бьется когда сифилис это это сколько там у вас миллион выехал сентября зачем теряет молодых людей здоровых с руками с ногами соображающими я так смотрю на самом деле вообще не понятно что дальше что реально да мне кажется он мог с Москвы этих 300 тысяч человек собрать зачем было весь этот всю Россию морочить там в России у вас в Москве 20 миллионов человек живет в этом выходу можно было просто выйти там на Сахаровой этот поставить мобильный пункт и собрали бы 300 тысяч человек в Питере сколько там 5 миллионов человек живет слушай Питер Москва все зачем остальных было трогать заболутили всю Россию я так тоже смотрю что вы там не рветесь да на фронт ради каких-то глупостей а какой предмет у филологии у филологии филологии литература ну у каждой науки есть предмет я просто какой именно предмет у филологии это это объект язык а предмет какой закономерности там обычно какие-то возникающие в языке нет как так не настолько глубоко не настолько глубоко хвалят же ваши университеты российские особенно питерские мустофские в Питере тоже так да ну обычно у каждой науки есть свой объект основной и предмет он разделяется более глубокое изучение чаще всего у языка это происхождение дальше идет процесс развития языка исторический исторический потом допустим тоже французский да он может делиться по регионам Франции новообразование французского языка может быть происходило уже в Африке когда колонизация Африки происходила смешение с диалектами Африки определенное развитие языка у нас казахский язык он относится к тюркской группе тюркская группа очень большая те же самые Татарстан Башкортостан относится к тюркам Калмыкия Монголия Турция это все тюркские племена но там определенное развитие произошло мы в принципе друг друга понимаем но не совсем я так думаю если украинец будет говорить вы его все равно поймете да отрывками какие-то слова там все равно такое чувство что русский исковеркали просто я понимаю что изначально русский старорусский староукраинский старобелорусский это был один язык даже старопольский одна группа была да и звучала она одинаково но всегда если большой регион идет язык он пластичен он быстро изменяется допустим русский язык менялся когда Чингисхан вошел на территорию Руси много заимствований было из-за именно тюркского языка можно будет пользоваться да ну вот слово есть магазин да мы не знаем оно арабского происхождения то есть алкоголь да а адмирал арабского происхождения слово со временем так происходит и так интересно А по инженерной науке как там учатся? Ну, реально учатся. Учатся. Какая имя? На старом. Ну, отучился на двигателистах. То есть, на бракете рассчитывал. Теченье все. Ну, все старое. В каких-то лабораториях. Практически не осталось. В общем, с точки зрения науки. Отстает, да, получается. Развитие. На уровне 80-х годов. Да, да. Ну, оттуда теорию. А дальше уже надо. Показывать где-то чего. Да. Да, вот на пик. Развалы. Инженерная наука, она у нас прикладная. То есть, допустим, филологическая, это теоретическая наука. У вас инженерная прикладная. Ну, и чем вы там занимались? Ну, сейчас я просто все это на компьютере. Просто на компьютере? Да, да. То есть, ну, моделируешь какие-нибудь течения. Чтобы в универе было. То есть, мы заходили в класс, смотрели, вот у нас есть вот такая деталь. Нам надо узнать, что мне будет происходить, если там будет течь поток плазмы. Мы снимаем геометрические параметры, все моделируем уже на компьютере. То есть, все это визуально мы не видим. Тоже теоретически получается, да? Ну, да. А практику как проходили? Вот никак. Никак не проходили, да? Ну, то есть, какие-то заводы, которые принимали. То есть, просто, ну, вот конкретно в моей специальности уже ничего не осталось. А те, кто были, ну, просто там какие-то турбины смотрели на самолет или на выручение. Энерговырабатывающие. У меня практику была на заводе подводных лодок. Смотрела там, как винты себя ведут. Постегания, ну, точно, простите. Расчеты там воздушных средств, близ винта. Ну, интересно, но... А кто-нибудь работает по своей специальности? Из моих инженеров. Вот чисто по специальности нет. Ну, просто печать прямо. Я шерю. Глуха. А филологически чё там как? Репетиторство. Репетиторство. Да, ладно. Да, в каком поколении. Ну, в какой стенах. Всё, что писать там. Педагогики или еду. Обычно уходит в репетитор. Готовить следующее поколение людей, которые потом будут репетиторствовать ещё в этом поколении. Ну, на самом деле, у нас по политологии то же самое. Нам, как говорят. Кем вы будете? Будете профессорами политологии. Будете других политологов учить, чтобы они были профессорами политологии. замкнутые системы, сама себя. Ну, это неправильно. Вот, например, есть наука, да, философия. Да. Она занимается теоретикой полностью. Она вся теоретическая. То есть она занимается взаимоотношением человека и окружающей среды. Всё прекрасно. Дальше идёт политология. Она наполовину теоретическая, наполовину прикладная. Должна быть по идее. Но сейчас она полностью теоретическая. После политологии идёт юриспруденция. Она полностью техническая наука. Но плохо, когда юристы приходят в политику. Потому что это бездуховные люди. Абсолютно техническая специальность. Что такое юрист? Юрист – это знание законов. Лавирование в них. Вопрос морали – это уже очень с Богу плетостоит. Это печально просто. Я считаю, что все госслужащие должны проходить политологию полностью. Потому что именно политология, её предмет изучения взаимоотношений и общества, и государства. Юристов совсем… У нас рядом юристы проходят. Мы, в принципе, юридические науки тоже проходим. Но это как по боку. Допустим, у нас есть легализация. Легальность и легализация. Оба происходят. Лексус – закон. Но имеют разное значение. Вот у вас Путин. Он легализировал себя. Каким образом? Проведя поправки в Конституцию, которая позволила ему баллотироваться на следующий срок. Правильно? А, и потом проведя выборы. Он легализовал себя. В дальнейшем он должен сделать так, чтобы его поддержал народ. Он этого не сделал. Он просто вас дубинками запиздил, можно сказать. И всё. Вот вы же не поддерживаете его, правильно? Нет. Нет. Вы его просто боитесь? Нет. Ну, по большей части. Не знаю, что он не боится. Ну, блин. Ну, а… А что вы тогда? Въехали-то, если не боитесь. А в полосе 700 тысяч выйти там на площадь? Да. Переворот устроить? Нет? Нет. В следующем раз всё. Попадешь. Ну, здесь, я так думаю, у вас какая-то… Недружные вы, что ли? Ну, имеется в виду, там, вы можете собрать пять-десять человек. Вот. Можно было делать до того, как было к нам усилия. А. Теперь у вас, получается… За двадцать лет уже всех посадили, как бы. Всех посадили, да. То есть там… Любая инициатива, она моментально карается. То есть, всё может либо очень быстро произойти до того, как власть среагирует. Либо не знаю, как. То есть, если выйти с пустым листом А4, то такой же площадь его свиньц отменится за три. Но есть же определённые ограничения, да, у вашей карательной системы. Она же не может сто тысяч человек взять, одномоментно посадить в тюрьму. Да. Сто тысяч человек – это тоже ограничение, буквально. То, что нужно собрать. Да. Две-три тысячи человек обычно у вас в автозаки закидывают. И при том, даже если в Москве, я смотрю, вас в область везут, потому что мест не хватает. Ну, тут, ну, с точки зрения теории, как происходит переворот. Нужна сила, противодействующая действующей силе. Она должна быть большей по себе. У вас, у Навального, неплохая идея была, чтобы сделать, допустим, легальное голосование, да, собрать онлайн голоса и по факту предъявить, да, допустим, что большинство людей за реформацию, реформу. Тем самым можно было легальным способом и скинуть власть. Ну, а я так смотрю, Путин быстро понял, что это очень плохо и посадил его в тюрьму, да? Ну, так и было. Второй вариант держится на среднем классе, среднем и интеллигенции так таковой. Тут люди при бабках. Ну, я так смотрю, Прохорову тоже быстро от власти откинули. То есть, победить можно перевесом, большим перевесом, не только в физической силе, но и в финансах, конечно же. Опять же, 100 тысяч человек собрать, их надо всех кормить, надо обеспечить, под туалеты поставить, ну, там часами же будете сидеть, да? Ну, в любом случае, он ничего себе, регулировщик поставил. Ну, регулировщик это плохо. Не знаю, я не доверяю регулировщикам, потому что он как хочет, так и делает. Он же не все видит, он далеко может не видит. Если бы ему наушники говорили еще как-то. Ну, я так думаю, у них по часам есть отработка определенная, что не сломался светофор. И, в принципе, он со своей работой справлялся, я смотрю, там нормально и тут нормально. Есть еще вариант, может, кто-то приехал в гости к нам, он как Папа Римский недавно приезжал. Ну, тоже Папа Римский номинальная фигура, никакого веса не имеет. Ну, речи у него хорошие, ну, все подходят к нему, кланяются, ручку целуют. Ну, и что это-то, никому ни холодно не жарко. Я считаю, что религия неплохой способ управлять людьми, но надо, чтобы она работала. Вот, у вас, там, у большинства у всех крестик висит на шее, но что-то я не вижу, что вы там все верующие. Молодежно. Это точно не вижу спустя людей. А с чем это связано? Тем, что, короче, православная церковь, в которой в Крином Примове сходим в ситуацию. А, у вас просто зашкварилась вот ваша религия, да? Да. Крисия. Крисия. А, Бухариан называет президента вашим Преосходителем. Это, ну, все, когда нет доверия к государству, нет доверия к величеству. У вас произошло слияние светской, да? Духовной власти. Ну, религия, она, изначально, да, даже, если взять Фомо Аквинского, он говорил, что, да, нужно законы, да, слияние светской и духовной власти, но при этом законы должны быть справедливыми. Вот, вот основной показатель. Если законы несправедливые, люди быстро же это видят и друг другу передают. Так, кто-то приехал по любому. Ну, вот он держит уже и пускает. Ну, как вы у нас, надолго? Ну, репетитору точно работа будет. А инженеру, блядь. Так, что надо вам? Ресторан, что ли? Да, вот здесь. Так, спасибо большое. Пожалуйста, там не открывается. А как я попал? Только снаружи. До свидания. Спасибо за поддержку. Заказ будет заплачен картой. Для улучшения качества обзора поставьте на наценку в приложении Яндекс.Такси. Эй, а что ты заговорила? Ты же молчала всю дорогу. Где наши настройки? Так, звуки, навигация. Проговаривать уведомления. Уведомления уберем? Нет? Так, куда едем? На Кошкарбаева. От Кедова. Восток 18. Восток 18. Так где у нас? Ты что, Москва? Москва, блин! Там же невозможно проехать. Невозможно. Ладно, сегодня выходной. Восток 18. Около 18. Восток 18. Продолжение следует. Продолжение следует. Красавица. Продолжение следует. У нас было ощества. У меня, мой предмет не взаимосвязи, а закономерности взаимоотношений между обществом и государством. Закономерность. Врешь людям в глаза, а даже не стесняешься. Что ты за человек такой? Мы на Москву, да? Есть у нас два торговых центра. Москва и Питер. Но вот они находятся. Вот там точно разворот надо сделать. Вот почему там нет разворота. Везде понаставили. Вот там он нужен. Вот там нет. Щендрых. Кто-то приехал. Я так понимаю, если здесь нет регулировщика, приехал в Rixos. Rixos у нас как раз там находится на Кунае. Ну, что стоим? Кого ждем? Ну, давай. Не телись. Ёлка. Где-то у нас, где-то, где-то, посреди, где-то. Кто меланцы, а? Орел. Ну, а кошка Арбаева, надо будет прямо где-то выползать там. Ну, вот она. Я же говорю, безобразие. Ну, кто мог заказать здесь на Москве? Какой Садюга? Тыщ, тыщ. Где? Ну, а так будем ползти, где-нибудь заберем. И еще две полосы оставили. Наоборот, здесь больше полос надо делать. Какие инвалиды это все дело проектируют, а? Что с вами не так? Еще и человека нету. Что за безобразие? Где он? Где ты, человечек? Почему тебя нету на месте? Почему ты не ждешь? Человечек. Где ты, человечек? Попьем чайку. Он уже остыл. Сильно-сильно. Сильно. Ну, честно говоря, если это было бы в будни, то все. Сюда можно было заехать и полчаса стоять до следующего светофора. Сегодня, наверное, это как-то будет поприятнее. Немного поприятнее. Не как удар по яйцам, а как удар по дыху. Мой подруга такая красивая. Я имею в виду с телефона. Стосамка как там называется? Русского, конечно. Я ничего не выкладываю на него. Обычно так бы можно называть, да? Блин, да ладно. Дай бог, они там прям перекроют дорогу. Мы тут и останемся. Нам надо на свадьбу. На свадьбу надо. Часи. Ну, давайте попробуем вот здесь. Мешин поменьше. Кто за свадьбу? Кто там? Кого захомутали? Или сразу в рихо? Места подругу. Места подругу? Да. Да, на какой месяце уже? Если бы. Если бы? Да. Ну, это хорошо. Хорошо, когда по плану, а не по прилету. Да. По плану 10 лет. 10 лет? Нормально так. Что у вас там? Духи такие? Или вы курите? Курить в машине нельзя. Да. Ну да, это же не вредно. Это же просто. Нет, ну это не вредно. Не воняет? Конечно воняет. Да. После него потом, после света остается такой. Интересно. Ну, вроде сперва приятно, а потом, когда выветрится основной, да, запах остается. Что там? А, вон они. Люди из другой пищевой цепочки. Мы как бы внизу, к этому балансу все не находимся. Ну, я на проекте, я с других не могу сказать, что-то. Я, наверное, такая не училась. Так, давай, давай, давай. Давай. Ой, давай, давай. Эй, надо было прямо ехать, дурак. Куда ты подпёрс? Там закрывают, там закрывают. Что за люди такие? Человеку надо деньги заработать, я не могу представить. Вроде движуха есть. Так, по закону профсоюза, подрезать ментов нельзя. Алматинский? Чего тут выделялись? Вот и вы. Не местные, надо на него натравить местные. Ну, тоже не местные. Тоже не местные? Да. Откуда? Тоже Салматы. Тоже Салматы? Да, он нас сопровождает. Да? Ага. Ты плохо сопровождаешь, ухажай мигалку уже, блин, на рибовь. На свадьбу опаздывай. Я знаю одно про Алмату. Алматинцы любят Алмату. Да. А астанчане любят Астану? Да, астану. Ну, если бы и есть, ну, не в большинстве. Ну, а я Целеноградский. Потом Акмолинский. Потом Астанинский. Потом Услутранский. Опять Астанинский. А ваши родители, дедушки, бабушки? Так, моя мама, ну, она еще в Целенограде жила здесь. А где родилась? Родилась в Акмолинской области здесь, наверное. Местные. Ну, дедушка, ну, бабушка. Помню, по голосу непонятно свое место. Надо что-нибудь по-казахски сказать. А что, вы на тебе по-казахски не говорите? Да? А что ты тут говоришь? Я не говорю. Ну, я плохо говорю. Я окончание путаю. Да? Окончание путаю. Ну, я учу. Так, окончание или вообще-то не знаете? Ну, объясниться смогу там, в принципе. Ну, там, ну, мне это не устраивает. Я хочу более-менее, чтобы книжки можно было читать по-казахски. Разговорный язык-то, в принципе, я заметил такое, что если ты говоришь по-казахски, тебя понимают. Хоть корягуешь. Ну, что ты какую-то суть пытаешься сказать, принести? И мне что нравится в казахах, они никогда не говорят, что ты плохо говоришь по-казахски. Они говорят, о-о, молодец, учишься. Да-да-да, давай-давай, побольше. А я по-казах не слышала. Кто? На погодни. Кто кого-то? Кто смеется? У меня друзья, которые не знают у нас, где они говорят, потому что они под нами сняли, в школе. Может, это так же, когда в школе, когда в институте, может быть, вполне. Но это, наверное, отношение к самому человеку, а не к тому, как он говорит. Есть же у нас, как это называется, тоже мне мама недавно сказала, вот почему люди такие гниды. Я говорю, ну, это в природе человека быть гнидой. Она говорит, вот я человеку не мешаю, пошел на меня, наскучал там. Зачем, да? Ну, она говорит, у него такое гнильцо внутри находится. Так же и в институте, и в школе есть. Я, например, не понимаю, почему в школе не любят умников. Не только умников, а умных, действительно, которые хорошо по предметам учатся. Ботанами называют. Как-то люди, наоборот, он не... Ну, в институте я с таким не столкнулся. В институте, наоборот. Я лично считал, что институт это какой-то блядский дом. Но, мое мнение исправилось. Вполне адекватные люди тоже. Мне говорят, что в институте, да там такие дебильные преподаватели, отличные преподаватели. Это как попадется, наверное. Все объясняю. Все мило, хорошо. Душа. Лучше, чем в школе. В школе меня тоже учителя, в принципе, любили. Я в школе понял такую систему. Ну, у нас это называется по-простому льстить, да? Если ты льстишь, называешь по имени, фамилии, учеству. Говоришь, ой, какая у вас хорошая тяга. Хорошо выглядите в свои 70 лет. Как одуванчик 18. Ну, и, соответственно, и люди к тебе так относятся. И на работе, да? А, вот так я понял. Тоже я как-то сыну объясняю. У меня сын никак не может навести мосты с учителями. Я ему говорю, ну... Просто подойди после урока. Скажи, вот-вот, я не понимаю. Мне надо здесь там помочь, подсказать, дополнительную работу задать. И все там смотри в глаза и улыбайся. Называй по имени, фамилии, учеству. Все будет прекрасно. Вот это тоже. Меня не учили разговаривать. Я сам научился. Нет, у меня... За меня родители никогда ничего в школу не решили. Сейчас там за ребенка половину домашней работы сам делаешь. Ну, дети, в любом случае, прекрасно. Хотя я на первом тормозе, больше не хочу. Обчужу это. Хорошо, что у меня мировые родители вообще не заставляют. Могли бы что-то сказать. Типа, если внуков не будет, то тебе капец. Ограничим тебя финансово, выкинь тебя на улицу и все. Быстро, давай, быстро. Нашел кого-нибудь, быстро. А у вас сколько детей? Нет еще? Никто не заставляет. Родители? А может быть, да? А может не пора ли бы, а? Ну, что там такое? Детских хриков дома нету. Я вообще считаю, что надо было в государство поступать так. Ну, типа, отменить эту, как его, прерывание беременности. И просто принимать всех детей. Ну, как бы. Аборт типа? Да, прерывание отменить, ну, запретить. Почему? Ну, и женщина родит, но она не хочет воспитывать. Просто государство забирает и все. А у государства откуда денег? Ну, нефть продают. Живым людям денег не дают, чтобы еще кто-то просто так появлялся. Ну, не бой за этим следить. Бездомные, да. Сколько людей есть там бездомные? Ну, бездомные, они иногда, как-то, по-своему, как хотят быть бездомными. А дети в детдомах, они тоже хотят потерять? Кстати, в детдомах, да, я спрашивал, что в детдомах не очень у нас. Ну, имеется в виду... И они не могут обеспечить, но есть надежды, нет, что они запрещали, что еще надо будет работать? Нет, запретят аборт, но при этом детей будут принимать. Ну, как, не хочешь, водил и... Поменники же так сделали, очень хорошие люди. Получилось, что люди просто ходили на пиццы. Они просто, по-моему, в соседние штаты ездят. Ну, да. Но это тоже неудобно. И в Польше, по-моему, тоже запретили, они тоже в соседние государства ездят. Ну, или там до трех запрещено, после трех уже разрешено. Может, человек же должен, он обязан восстановить популяцию. Папа, мама — это два человека. То есть он как бы должен за себя, за маму и за папу троих родить. Ну, тогда вы рожайте троих еще. И у меня, у меня еще двоих. Ну, двоих. А что не рожайте? Делаю переключку. Ну, сейчас. Мне-то мужику, в принципе, мне до 50 лет можно клепать детей. Это женщина ограниченного времени. Что вы этим занимаетесь? Ну, имеется в виду, я могу свой долг до 50 лет выполнять. А у вас только до 35, если не ошибаюсь. Нет, до 45. До 45? Ну, это все зависит от этого. Какого? Здоровья, да? У некоторых раньше. Ну, ящик, как вроде бы слышал так. У женщины фиксированное количество яйцеклеток в организме. От рождения. Нет, а почему вообще это пришло? О чем мы говорим? Мы говорили о том, что вы утверждаете, что надо побольше людей, популяцию расти, да? Ага. Птички. А зачем вы пришли к выводу, что женщины должны быть быстрее это делать, а мужчины? Это же из-за семьи. Нет, я имею в виду, что у мужчины больше возможностей по времени. То есть я могу и в 50 лет у меня может ребенок появиться. Да, пусть. Или имею в виду, что женщины в этом... Ну, можно же там яйцеклетки еще заморозить, я помню. Да, я такое слышал? А если яйцеклетки заморозят, то можно хоть и 80 родить. Ну, это не бесплатно, скорее всего. А в Америке, да, я слышал, что молодые, ну, как бы, они сперва добиваются успехов на работе. Поэтому яйцеклетки замораживаю, да, потом уже после 50 лет. Они там в Америке богатые. Я вообще не понял, как я пришел к этой идее. С чего вообще начали? Как я вообще к этому пришел? Какие яйцеклетки? А что мы вообще говорили? С инстасамки начали вроде. С инстасамка вообще не так. Так, приехали. Куда надо. Да, можно, чтобы вы все равно же оттуда выедете, да? Еще дальше? Да. С той стороны надо? Да, да, да. По-самому деле, не заморачивайся, никто не обязан. Это так, мы с курсом. Вообще никто ничего не обязан. Даже я ничего не обязан. Все равно все помрут через сто лет. Метеорит упадет на землю. Зачем стараться? Да, можно. Так, выход только с той стороны. Удачи. Спасибо за поддержку. Заказ будет оплачен картой. Преодушение значит вам нужен. Поставьте на ваценку приложение Янекс-акси. Переобулся в полете. Мне тоже интересно, как я пришел к этой идее вообще. Где-то здесь. Где-то, где-то посредине лета. Чего? Дальше надо? Кто? Дальше. на самка звучит грубовато так куда мы едем мега силкой же просил а чё у нас по спросу на мега силки нормально жить можно за засву охотники но это же из-за этого эффект испарения знаете самая вот влага когда испаряется какая-то влажность человеку становится прохладнее свойство такая воды когда она испаряется температура понижается на там на атомарном уровне это физика вообще по физике хорошо я больше монетарь получается математику не видишь вообще я лучше вам про извинения прочитаю с учительницей нет хотя хотела бы но нет мне кажется я бы счастливо выдержала нынешних детей я просто их крепила бы за их поведение номер каспика скажите 707 ага 977 977 977 а 977 что так 0773 берег вышло да вышло берег а ну мне больше нравится произведение философского толка сейчас мне кажется никто это не читает мне больше даже в школе не изучают как в школе не изучают не изучают в школе я вот допустим спрашиваю у своих они никто ничего не знает альфа-раби же проходит альфа-раби он философ нет ну у нас же есть и русские которые допустим пройдут ах почему-то так кто их не знает так и славян у нас что Достоевский более-менее философски рассуждал. Тоже у него горе от ума, да? Ну, я, допустим, в общем говорю про исследения, которые, так сказать, у Бога Чехова. В случае, вот, допустим, я спрашиваю у своей племянницы, она не знает. Я говорю, вы изучаете, она говорит, нет, я не знаю. Я говорю, ну, вообще прекрасно. Это у Чехова Вишневский сад? Нет. Нет? Нет. А чей это? Островский. Островский? Да. Время, когда читал, когда вот это, там же в конце романа вырубается этот пешной сад. Раньше... Мне так грустно стало. Раньше, когда их произведения читаешь, ты как будто погружаешься в него, и у тебя развивается фантазия. Ну, как бы человек становится, почему он таким вот более рад. Потому что у него развивается фантазия, а сейчас фантазия, креатива. А сейчас дети не читают, что вообще. Я вот в своей племяннице... Паша, ты вообще вот книжку держишь, читаешь что-нибудь? Вообще. Только когда там, как будто так все в сотки, в компьютере. Они не знаю, когда ты играешь в книгу, это уже, ну, как бы все равно дает много. Когда приездаешь, когда читаешь строчку, с собой занятия. У меня нравятся заметки на полях делать. А так? Книги. Поэтому бумажный вариант больше нравится. А так дети не читают, не изучают, не смотрят. Я бы себя не назвал читающим человеком. Ну, допустим, я знаю античных философов, знаю римских, но там больше политические деятели. Я говорю, ну, старый Оезов, я читала его 30 дней. У меня была книга по старому Оезову, я читала его. А Оезов это уже современник, да? Да, дворник. Я говорю, да, я говорю, вы не читаете Оезова, да, как-то допустите? Нет. Нет, что вы вообще читаете. А Оезова только высказывание, я знаю, что кто не знает родной язык, не может считаться культурным человеком. Ну, у Оезова очень много рассказов, писателей, всевозможных. Он очень хорошо их писал, каких-то понятных, доступных. По-моему, мой предмет это политология, и с точки зрения политологии я всегда размышляю о взаимоотношении общества и государства. Ну, вот это такая, знаете, вот такая. И когда я спросил, можно ли сделать так, чтобы люди друг друга, ну, как-то типа дружно жили, да? Мне сказали, что это невозможно. Нет. То есть есть аксиома, что невозможно построить государство, в котором будет взаимопомощь, типа общая, как при коммунизме. Это невозможно сделать. И человеку нужны законы, строгие законы, потому что если законы будут более-менее легкими, человек просто перестает, у него нет цели. А сама цель большинство ставить себе не могут. Поэтому Платон хотел разделить на думающих людей и на работающих людей, что он различал. Если человек не может сама цель себе ставить, то он просто должен быть ремесленником. Да. А у нас сейчас к власти пришли ремесленники. А мне кажется, там даже не ремесленники, там просто... Даже ниже, да? Там, как вам сказать, ремесленники, как будто бы вы обидели ремесленники. Там не ремесленники, они не работают. Они, я считаю, их всех мебель. Это мебель просто там, который сидит там, я не знаю, приходит, когда надо, кивает головой, когда надо, там что-нибудь скажет и все. Больше, больше ничего абсолютно. Ну, если так вы рассуждаете, то после ремесленников ниже них идут чернорабочие, которые подносят уголь, там вот это вот. Если посмотреть, кто там сидит, имеется в виду их возраст, их возраст говорит о том, что я вот тут досижу до пенсии, а мне по барабану, что творится? Мне самое главное досидеть до шести или там, ну, в общем, вон, с каким-то работой. И все. А что будет? Как будет народ жить? Ну, мне вообще, потому что я очень... Ну, вы на самом деле перекладываете ответственность. Ответственность за формирование этого общего вектора развития всего, допустим, парламента на одного человека. У него же есть руководитель, он сверху сидит, да? Он же должен контролировать. На него задача положена, так как государственность Президентская Республика, да? На него положена ответственность. Он избирает людей, да? Через ассамблею народов, там, сама лично назначает, получается, от каждой области, да? Да, по Конституции там. По два человека. Ну, я считаю, если люди там сидят и получают такой оклад, они должны думать, работать... Я как-то читал в Оксфордском журнале вопрос о профессиональной политической системе. В чем он заключается? То есть, там стоял вопрос именно определение, что такое профессионализм. Профессионализм, с точки зрения именно Оксфордского университета, это соответствие твоим окружающим. То есть, соответствие тому, той сфере, в которой ты находишься. То есть, скорее всего, вот эти, как вы говорите, люди в возрасте, они просто соответствуют той системе, в которой они находятся. Просто перекладывать на одного человека всю ответственность? Нет, я не говорю, что там, извините, там целый комитет. Вот, целый, я не знаю, о чем они там занимаются. И есть послушатели, так как они отчитываются на заседаниях. Это же вообще ужасно. Просто читают то, что их подготовили текст и будут целыми. Ну, я вам могу так сказать, что человек, вот большинство людей, которые находятся у власти, они делят себя, от народа отличают. То есть, они считают себя лучше народа. Они не считают то, что они совершают плохими поступками. Коррупция считает нормы поведения. Это уже их стиль жизни такой. Вы знаете, у меня отец, он был в Москве, в Москве, в Москве. Он был очень рамоком человеком в плане, вот он был и у монетарии, и понимаете, какой-то, 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 какой-то. И он работал главным агрономом. Агроном в свое время, он тогда был социальского такого времени. Он писал многим людям. Вот тогда же главный корпор, вот тот. Все же, вот это он раньше так же вызывал. Закиматов же не было. Он писал там все доклады. Но сам он никогда не выступал с листочками. Никогда. Вот это его черта была. Он всегда считал, что человек, который сидит в этом месте, он должен уметь излагать свои мысли без листочка, без записи. То есть, какой-то, 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 какой-то немножко орактур. Да? Ну, все так получается. Но почему-то вот он всегда пал с листочком, без этого, как сказать, он всегда с листочком говорит сам своими словами. Это мне запомнилось. Я вот всегда, когда смотрю на выступления всех многих наших чиновников, я всегда смотрю, как они, не отрываясь, читают с листочков, хотя бы текст лучше доработает, хотя бы там какую-то часть, допустим, что-то сказать своими, чтобы выглядеть хоть чуть-чуть умным. Я так считаю. Не знаю, это вот мое мнение. Ну, здесь недостаток образования. Обычно нас как учат, ты должен иметь базу, чтобы что-то рассказать. Ты должен иметь базу. Если у тебя нет базы, что ты будешь рассказывать? Ты должен иметь словарный запас. Это просто, что человек не владеет информацией. То есть, если человек знает, о чем он говорит, он будет сам это рассказывать, и у него это будет стоять. Он будет сна, потому что он знает об этом. А если он не знает об этом, то, конечно, он будет читать все с листочком. Потому что он не знает об этом. Не знает, да. Я, когда приобрела машину, я приехала на левый берег. Мне позвали федеральный адрес. И у меня был такой колпус. Я ехала вот так вот по полосе нечаянно. Чуть-чуть буквально. Ну, там ничего такого не было. Я забила машину, потому что я доехала чуть-чуть вот здесь вот направо в сторону. После этого я на левый берег езжу. Я вот езжу на такси, бегу. У меня вот этот страх, я не могу, потому что здесь какое-то движение. И для меня это вообще вот не знаю почему. Я вам так скажу, я первые три года ездил со страхом. Да? Да. Я думала, у меня как у женщины такое. Первые три года, потому что лавирование, ты не можешь контролировать поток. Маневры вот эти вот. Да. Тебя подрезают там. Тоже ты там стараешься не подрезать, стоишь в потоке. Вот. Вот у меня, я стараюсь пропустить, просят, я пропускаю, моргают. Я стараюсь как бы держать, ну, дистанцию, чтобы не въехать кому-то там. Постепенно уже сам резать начинаешь. Один раз был такой случай. Вот Жумбаева Айнополь. Там вот этот светофор стоит. В общем, стоит впереди вот так машина. Я стою сзади. И сзади меня стоит поток. И с левой стороны собрались машины. Одним налево, а мне прямо ехать. В общем, зеленый загорелся, первая машина стоит. Я за ней. Ситофор горит там. Он же не долго же горит. Я ему сигналю. Ну, типа, что ты стоишь? Он то правый в вороте включает, то выключает его и стоит. А я не могу слева перестроиться, потому что там поток машин. И он едет, и мне туда залезть, ну, никак вообще. А я еду на работу. Я ему сигналю, сигналю. И в итоге он поехал прямо. Ну, представляете, да? Состояние задних водителей. И непонятно, на чем мы стоим вообще. Я еду, еду, еду. И он, в общем, меня нагоняет. И говорит, спустите по стеклу, показывает. Начинает меня, типа, прижимать, вот так вот, короче. Я ему говорю, что надо? А зачем вы мне сигналилили? Я говорю, ну, потому что зеленый сигнал светофора, а вы, говорю, стоите. Ну, я думаю. Я говорю, ну, надо заранее думать. А что, говорит, мне нельзя постоять и подумать? Нормально, да, вообще? Ну, тут вопрос, на самом деле, к адекватности человека. Я на него посмотрела, такая, думаю. Я говорю, ну, ладно, думай дальше и поехала. Тут вопрос, да. То есть человек не понимает, что он вообще что-то делает, да, неправильное, да? Он считает, что стоять и думать на светофора. Он считает, что он стоит, он собрал столько машин сзади. Да, это нормально. Мы просто, мы просто могли никуда не поехать, и опять загорелся красный сигнал светофора. Мы просто бы стояли бы опять повторно просто тупо. Не потому, что там пробка, а потому, что за рулем сидит первая пробка. Вчера еду по Пушкарбаево. Еду, еду, набрала вот там скорость, иногда там позволяю в 65 там ездить. Да ладно. Ну, да здесь эти все машины собрались. А потому, что же этот, что там, марафон закончился сегодня? Бег сегодня должен быть. Какой бег в такую погоду? Ну, вот с утра, 7 часов. У них что по графику, прогноз погоды они здесь не смотрят? Нет. Им главное провести мероприятие, а там бегите как хотите бегуны. Я на самом деле тоже на прямом берег так сильный. Вот сегодня просто выходные. Не, вот я вот сегодня не утвержу, что я сегодня не поехал. И вот, я только выходные, а в будние я стараюсь сюда и не заезжать. Вот хуже стало, вот, я не знаю. То, что славяне приехали, может они количество увеличили автомобили. Но вообще ездить стало очень сложно. По вечерам все встает. Еще вот эти развороты какие-то там придумали. Ну, придумывают какие-то вот. Тут, например, где-то может хорошо придумывают, где-то не очень. Вроде с той стороны расширили Туркестан, да? С этой стороны нет, не трогают. Ну, ей говорят, если мост вот этот язык откроет, что вот это движение вот так не будет. Ну, когда его там открылось? В следующий год. В следующий год. Ну, да. А то там один мост открыли, но он слишком далеко. В уголах, да. Ездят, но не так он, потому что там находится. Да, он что-то, пока ты объедешь через него. Ты же забыешь, зачем ты ехал. Да, Туркестанский уже поближе будет. Вот я на тот новый мост до сих пор так и не попал. Я вообще на нем не езжу, потому что мне некуда на нем ездить. На левый берег, да? Да, я не езжу на левый берег, мне некуда ездить. Ну, здесь уже к вопросу, вот, допустим, у меня есть дома философский энциклопедический словарь, и там есть понятие абстракции. То есть страхи, да, они есть, но с страхами нужно бороться в любом случае. Страх это, ну, вы взяли одну абстракцию. Мне тоже левый берег не нравится. То есть я беру что? Вот просто, например, в будни мне не выгодно просто сюда ехать. Я сюда заеду, а выезжать буду отсюда полчаса. Мне проще на правом берегу кого-нибудь там отвезти, там через два-три перекрестка. Поэтому... Здесь больше времени потеряю. Да, теряю больше времени. Ну, то же самое вы можете оправдывать себя то, что вы едете не потому что там боитесь попасть, потому что проще, да, вот опять же, тут до светофора едешь, там газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз. Мне тоже иногда легче ездить, допустим, я на автобусе бывает езжу. Ну и дома выхожу утром, думаю, а поеду на автобусе. И потом в эту банку залазишь с селедкой. Да. Сидя, прокрут. Прошло. Ходишь куда весь потертый, обтертый. Да, да, натянок. Ха-ха-ха-ха. 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 Ну хотя бы рот прикройте людям. А у нас нету такого, у нас нету культуры. Абсолютно. Собственно культуры. Особенно в автобусе вообще. Тоже как-то тоже сижу. Чувствую что-то не то. Сзади мужик с перегарищем таким. Капец, ну просто. Это было как после выходных ездили. После выходных это такая всегда история, наверное. Надо быть к этому готовым. После выходных, когда едешь в автобусе. Будут все, да. Будут все в автобусе. Насчет культуры. Вот тоже я... Нужно институт детских домов немножко улучшить у нас. Через детские дома можно немножко вот эту систему улучшать. То есть ты забираешь детей из системы и соответственно более-менее адекватно их воспитываешь. Просто у нас детские дома ужасные. Просто я не знаю, туда ребенка отправлять это как на казнь какую-то. Там уже издеваются над ними просто. Ну они сами друг над другом издеваются. Я недавно спрашивал. Просто, например, с точки зрения политологии, развития. Можно создавать школы. Детские дома, школы. Где ты обучаешь детей там, допустим, ну разным языкам. Той же самой культуре, философии. И как-то разбавляешь вот эту бескультурность. Когда детей выпускаешь в 18 лет, она разбавляется. А сейчас просто многие родители, они не профессиональные педагоги. Они не знают, как воспитывать детей своих. Ну точно. Из-за этого возникают вот проблемы. Детей воспитывают там телефоны, не знаю, другие дети. Кто угодно, кроме родителей. Улица. Улица, да. Дети это будущее государства. Потому что, вот, коррупция не изменяет сотни лет, да. Говорят, почему? Ну, потому что просто передача идет. Есть кондадиозность. Допустим, это медицинское понятие. Мы его часто применяем. Потому что кондадиозность – это заразность. Одни заражают других. Плохому учатся быстрее, чем хорошему. Нужна воля. Воля. Воля нужна хорошая. Школа говорит, воспитанием занимаетесь родители. Да. Потому что это ваш ребенок. Я тоже удивился. А родители говорят, занимайтесь воспитанием детей. Мы молодоем, они находятся в школе. Школа должна научить. Но воспитанием должны заниматься родители. Это твой ребенок. Ты должен ему привить все вот эти качества. Да, в школе он научился читать, писать, разговаривать, там, не знаю, только считать. Но каким ты должен быть? У тебя есть отец, у тебя есть мать. Ну, это институт семьи. Так же, как и… Поэтому не надо воспитывать свои обязанности на школу. Да, школа должна там воспитать. Тут вопрос в том, что родитель не знает о своих обязанностях. Вот. Ну, вот вы говорите. Мы родили, мы отдали школу. Все. Будьте добры, научите его там всему. И чтобы он был нормальным человеком. Свои обязанности можно знать. Наши как говорят. Учителя тупые. Ничего учить не хотят. Костеры в бельми. Учителя действительно тупые. Потому что туда набирали в педагогические. Самые по нижнему балу просто все. Но… Я вот уверяюсь, что вот учителя берут, так сказать, людей. Просто, что они вот… Ну, я имею в виду учеников. Либо они просто велико учились. А будут получили. Не будут. Если у него… Вот… Это как вот… И так же надо проводить. Чтобы не просто понабрать числей, которые… Реально… Ничего не знают. Здесь вопрос финансирования. То есть… Учитель зарабатывает копейки, по сути дела. От него можно ноги вытирать. Статусности нету никакой. Вот. Недавно разговаривали. У меня сестра учитель. И она бедная. Их там… Родители их сжигают. Я не знаю. Как ты можешь себя так… Как сказать. Не учитель. Сарчик, да? Прямо в финале. У меня вчера тоже так же было. Он хотел проехать. А я еду прямо. И он мне сигналит типа. Что? Я говорю так, извините. Я еду прямо. Ты поворачиваешь налево. Дорогой мой, ты должен меня пропустить. Не только меня. Но всех, кто едет прямо. А потом поехали. Серьезно? Алматинских ты тащили? Почему? Угу. Угу. Какой выход? Ну, я не знаю. Ну, самое главное там. Угу. Вот этот? Да. Туда можно. Ага. Угу. Вот этот? Тот какой? Вот. Впереди. Да, да? Блин, я маску забыла. А что, сейчас они обязательны? Ну, мне желательно наносить маску. Так. Ну, да. Вон, может продают где-то. А может продают. Не знаю, сейчас в общем. Может продают. Может продают, а может нет. Вот. 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 Все, да? Там сзади машины ничего? Нет, нет ничего. Все, спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Спасибо за поездку. Спасибо за поездку. А пока. В Englund Тимбасс порядок. Николай здесь. uncht irgexplen. Тимбасс пиво здесь. Сила зд واщ� и вода справа по на верaye к вам. Почему я должен страдать Из-за ваших Международных отношений Кто это приехал Почему алматинских патрульных притащили Местным не доверяете Что ли Вот не хватает базы Там пополтать конечно хватает Но для имена Вот спросили Да, про Уэзова Островского Почему-то Вишневый сад Это разве Блин Не может быть Островский Я не читал Островского никогда Субтитры сделал DimaTorzok Движения нет Движения нет И так Туркестан 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 Чтобы вы понимали Туркестан это название страны Которая раньше была на территории Казахстана Туркестан Туда же железная дорога При царской России строилась Да Турксиб называется Называлась Да То есть Турксибская Туркестанско-сибирская дорога Туркестан 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 От П-100 светофор. На вертолете что-ли? Таааак, сказал мудряк. Ну, всех денег не заработать, в любом случае. Вот так я говорю, когда хочу свалить домой и просто валяться на диване. Уже 6 часов, да? Ладно, покатаемся еще. 6 часов. За скольки можно покататься? Чайку попить. Тааак. Спрос растет и растет, растет и растет. Прямо. Можно работать, но у меня чай уже заканчивается. Ну, вот так вот весь город и объехал. Где мы сегодня были? Так. Эээ, мне же надо перестраиваться. Да, почти приехали здесь где-то рядом. Газельку пропустим. Так. Нет, нет, нет. 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 Где-то тут-то надо перестраиваться. Там уже возможности не будет никакой. Ботанический ботани... Калак. Саябак. Получается вот этот длиннющий домик, да? Длиннющий домик. Длиннющий домик. Так, тут автобусную полосу убрали. Убрали. А вот газель стоит. Да, где-то здесь у нас, да? Где-то здесь стоит у нас. Здрасте. 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 Сатамазохист Это же просто боль У меня первая машина с Жигулей была Не знаю Я был тогда в аду, наверное А поставил ломанец Кто-то молодой? Нет? Ну, в принципе, там все на коленке Можно самому сделать дома В этом плане машина такая Ну, коммунисты не любили делать машины Они ужасные Вот это немецкое Жигули можно назвать Здесь тоже все дома на коленке можно сделать Но немцы, они так спроектировали Что, ну, не знаю У меня рейлинги потекли Ну, специальное отверстие есть Чтобы рейлинги открутить Не надо тебе потолок снимать Печка у меня сломалась То есть На некоторых машинах надо вот эту всю торпеду вырвать Чтобы ее поменять Здесь не надо Здесь она снизу меняется Тоже там Колеса там Вот эту ходовку Все сам делаешь Делали для людей Все продумано Прям, я не знаю В идеальном Так Кто-то к нам приехал Кто к нам приехал Дети, патрульки везде стоят Нам останавливают Нам на левом берегу Не этот Не Эрдоган Не этот Он вроде к нам Собирался Видели турок? Ну, как они смотрят на женщин Не видели? У них обычно голова вот женщина проходит Перед ними И вот как она шла У них так же голова вот так двигается Наши как-то стесняются Взглянул так Отвернулся Взглянул, отвернулся А вот у них Прям вот Как лазером Я просто возле с турками работал И это прикольно Так Они на лавочке сидели Девушка проходит У них говорили Жрук Вот так Жрук Они мне объясняли Что в Турции Там тяжело Тяжело с женщинами Их там мало Они там все уже Как застолблены Можно сказать Там за всех Колым заплачены И им, говорят, тяжело Они Поэтому они Как в других странах Жен берут И считается За счет того Что именно Девушек мало В Турции Они более-менее Разбалованы Я бы не сказал Что наши Не разбалованы Но Не совсем Интересно Кто к нам Приперся Политота Казахстан Новости Спектакль с одним Главным При выборе Ну зачем Ну зачем Любим мы Тукаеву Внутри Где-то Глубь и не душ Цирк принял Документы Жигули До Райбаева Выбор Скоро Точно За кого голосовать Жигули Там есть До Райбаева Это как Отец Хотел Жигули Что Назвал Сына Жигули То есть Ей же О, сын Называют Да Сын Мальчика Хочет Вот Отец Хотел Жигули Как будет по-казански делать ставки? Не знаете А, северяне Северяне Крут Что А Мне сегодня Одни северяне Попытаются Никак не узнаю Не, я не хочу делать ставки Я просто казахский язык Подписывайтесь на наш канал Мы Мне вот сказала девушка, да, в САЛУ, но она тоже северянка, не совсем корректно, местная Цариноградская. Я вот думал, кого-нибудь поймать из западных или из южных, потому что в принципе у меня словарь казахского языка на большой очень двухтомник, казахско-русский словарь. Там есть эти слова, но есть разговорный казахский язык, есть такой книжный, они отличаются. Вот эти, блин, с этими, как они называются, проверяют парковщики. Блин, такие сволочи, у меня уже штраф один раз пришел на пять косарей. Вроде выходные можно парковаться, но я не рискую все равно, даже в выходные не паркуюсь. Я не знаю, я не знаю, ничего, ничего? Отключилась? Алиса Алло Пустишь меня? Алло 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 А английский знаете? Нет? Алло 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 Скажите Откуда? С какого севера? Ветроваловска Самый север Буду знать. Ничего себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Единственное, что в KFC у них вот этот запах какой-то непонятный. Или приправа у них что-то вот раздражающе. Вкус прекрасный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действия создавал DimaTorzok потому что попутчик мы на попутчиков не едем сорян итак как можно сказать катшип сою сою а как бараны показаться очнись он заезжает выезжает и 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 Продолжение следует... 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 Прие ехали... Мы уже приехали... Продолжение следует... 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 Блин, не помню I don't think anymore I don't think so To me I don't think so I don't know Это Чарли Паф Нет, там мы не проедем Так, ну ладно, выбор идет Это нам через три полосы надо проскочить Хорошо, если там красный еще долго гореть боится Давай, давай, товарищи Товарищи, нам срочно надо проехать А я хаю этот светофор Потому что с той стороны, когда едешь, блин Давай, товарищи Капец, он долго горит Молодец И все, там где-то прорезь есть вбереди Откуда пробки, блин, на левом берегу в воскресенье Что за беспредел? Я всегда говорю, что левый берег терпеть не могу Только из-за пробок Прям раздражает Я с правого берега Я живу на правом берегу Я учусь на правом берегу Все у меня на правом берегу Но иногда приходится зарабатывать на левом берегу Я жил на платном отделении Никто за меня не заплатит С нами прикол такой был Этот Как это называется? Мамочку найти Типа продать душу дьяволу уже зачем? Зачем она мне нужна? Зачем студенту душа вообще? Мне нужна студенту душа И ведь не попадется Этот капитализм людей добра не доведет Все на деньгах Вся коррупция Все отношения Взаимоотношения Некоторые говорят А вот На чем строится любовь? Я говорю На деньгах строится Говорит Ну как? Чувства Ладно Тебе девушку в кафе пригласить надо? Надо Подарок на день рождения дьявол? Надо Надо Везде деньги Говорит А если сделать своими руками? Не оценят Давай Можно Можно Конечно Если ты шьешь сумочки От Виттона Тогда Можно Своими руками Или В этом В ювелирке Ты работаешь Да? Без проблем Да? Без проблем Без проблем Без проблем Приятно Приятно Пахнет Я вот Развозку У меня была И вот Почему-то я заметил Что у KFC Сильный запах Какой-то Капец Прямо по машине Разносится А вот у Хардиса Нет? Да Прямо навязчиво Не знаю Чтобы прям За километр Чувствовало Что это KFC Хотя по сути дела Они курицу просто жарят Курица и картошка Да Главное уметь продать А какие-то языки знаете? Кроме русского А английский Как? Хорошо? Средний Средний? Интермедией? Ну Прямо по книжке занимается? По книжке И посещала Субтитрыми и близкими Ну это самообман Почему? Ну На слух же надо воспринимать А когда субтитры Человек субтитры читает Ну или с ним фирма тоже прокачивается А? Тоже? С ним тоже прокачивается И смотреть Это как-то это совмещать надо Я обычно если субтитрами смотрю Ну я субтитры просто читаю Не совсем На слух не слышу Ну я думаю Биллингва Да? Ну я думаю Биллингва Получше будет Да? Там сразу же видно Тщщщщщщщщ... так Интересно, интересно, интересно Очень интересно Субтитры делал DimaTorzok 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 Я лично считаю, что язык это словарный запас и грамматика. То есть это зубрёжка, 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 зубрёжка. Когда потери курс. А в принципе для общения, я думаю, что начального уровня английского языка достаточно. Американцы и англичане, они ещё толерантны. Им лишь бы на английском языке говорил, как ты говоришь и бумар. Да. Они всегда говорят, ой, какой хорошо говорить по-английски. Ну да, конечно. Мой английский это капец, это so, so badly, я не знаю. Так. Тич, тич, тич. Ну я сейчас по Аперу, но в принципе Апер тоже самое. Как и Интермедиа. Просто словарный запас больше набиваю. А всё, мне ещё важно. Так. Пожалуйста, там не открывается. О, сейчас не открою. Только снаружи. Всё, позвоню. Всё, позвоню. Да, спасибо, позвоню. Окей. Там кто-то ещё заказал куда-то. За поездку. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Так, на Ксжбек. Ксжбек это у нас Комсомольский. Да, сегодня приличненько откатаем, да? Приличненько откатаем. Уже 7 часов. По-хорошему надо валить домой и делать домашнюю. Ну, а по-другому можно же заработать бабки. Бабки это хорошо, чем без бабок. Не знаю, я себя чувствую, блин, последние месяцы как бомж, блин. Ничего купить нормально не могу. Я там стоял, выбирал себе обувь, блин. Надо обувку взять нормальную. Для бега, хотя бы для бега. Чтобы ноги не поломать. Я так смотрю, кроссы мои скоро идут вон. Так, как мы на Ксжбек попадем. Разворот, поворот и мы поехали прямо. Так, I don't think so. Что-то мне там книжку одну посоветовали. Жестокий век Исай Калашников. Кто же у нас этот Исай Калашников? Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Калашников. Так, Ксжбек, да? Да, да. Советский член писателей. Жестокий век. Просто книжку посоветовали «Жестокий век». Как? «Жестокий век» Исай Калашникова. Да. Ну, кто он, я хочу. Ну, просто... Ну, чтобы читать книжку, надо знать, кто человек вообще такой. Да. Ученый, не ученый. Писатель. Я, допустим, перешел на более научную литературу, чем на художественную. Человек может писать красиво, но не иметь базы определенной. Просто с головы там. Это же надо использовать литературу. Да в институте у тебя так получилось. Да. В институте. Да. Была база. Без базы нельзя. Без базы ты просто славоблуд. Литература. Готовь. Еееей, хватит. Где ты там? Сверчок. Сверчок. Ты че. Я еще даже не приехал даже. Я еще не приехал. Да. Тссс. Реклама 1360 Реклама Восходные Буманные? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сейчас скажу. Это 10 метров. Чего уже здесь поворачиваю? Я не помню. Сейчас. Надо как-то в памяти сформировать зал, в котором я работал на 100 человек. Скрипит, он не парится. Так, сформировать. Давайте сформируем. В памяти это отражение. Так, где-то 2, 4, 6, 8, 16 метров. 16 на 16 метров. Да, где-то так. Ну, скажем, 20 на 20 метров. Вот. Это на 100 человек. Теперь нам надо на 1000. То есть это 20. 40 на 40 это 400 человек будет. 60 на 60. Это еще 500. Да? Это 60 на 60 метров. Ага, ага. Али Кумсаван. Ага. Все, 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 все. Али Кумсаван, ага. Все. Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за поездку Для улучшения качества обслуживания Поставьте на машинку приложение Яндекс.Тексты Что-то мне не верится, что здесь есть выезд Посмотрим Яндекс.Тексты Смотрим Пишут, что здесь треугольник стоит Так, смотрим Треугольник Прекрасно Прекрасно Треугольник Не соврал Навигатор Поинк навеки Окей, а потом нам надо на Туран дальше Еще дальше Что-то я проскочил, что ли Проскочил свой поворот Так Так Далее Смотрим Это Субтитры сделал DimaTorzok Стоп Да, ничего тут новый райончик-то растет На глине-то Хорошо растет Взял я бананы, но Сушника-то нету Сколько мы уже? Четыре часа? Еще пять часов не прошло Чего паниковать-то? А что этот движок греется? Чего он греется-то? С табуреткой С табуреткой Солота? Ай, спасибо Вон хорошая насленка Да, да, да И нагрелась на ней Солота 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 Продолжение следует... 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 На шар, я так понял, это еще хуже Еды был Болган, да? Точно Брун интернет на шар был Раньше Ну, ничего так, два косаря Вчера залил До сих пор езжу Я километраж не посмотрел Турак негзг кржело Негзг главный Турак это парковка Кружело Въезд Главный вход Здесь нет глагола Укру есть Паркинг турак Негазг кржело Негазг кржело Турак негазг кржело Турак негазг кржело Турак негазг кржело Турак негазг крежえ Поzäh грунте Турак негазг... Казахстан на шар будет Продолжение следует... 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 Тут дороги нет. Там тоже дороги нет, да? Или есть? Что-то непонятно. Есть. Есть дорога. Через подъезд. Шатыры. 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 Машары-то плохо, да? Поднимай ноги, адрес. Не парай. Двигайся. Двигайся еще. Двигайся еще. Тяжкий крылайся, живи на пакете желудка. Селена. Дорога плохая, да? Разворачивайся. Дома теплые? Да, здесь жарко даже. Это удивительно, да? ТЭЦ-то далеко отсюда. ТЭЦ-то далеко отсюда. Не сильно жарко. Это считается как бизнес. Бизнес? Да. А чем бизнес отличается? У вас потолки высокие или что? Потолки, витражные окна, шумоизоляция. Ну, ничего. Витражные окна это хорошо. На этаже 4 квартиры. А, ну да, удобненько. Мама, уходи, да? Нет дома. Бизнес. Люди стали делиться. Широкие вот такие. Заходишь, это. Двери широкие. Двери широкие, да. Подъезд. Мебель можно заносить, да? Да. Так, где-то там с выездом или здесь разворачиваются? Разворачиваются они быстрее. Вот здесь? Ну да. Она двусторонняя получилась? Сейчас оттуда выйдите. Так. Вообще отнутро. Ну да, что-то строить. Устроить, наверное, скоро. Когда-то здесь еще все пустырем было. Что их в болото тащит? Вот там, в сторону аэропорта, такая хорошая эта земля. Более устойчивая. Грунт и хорошая. Все тащит, тащит сюда. Они, походу, Талдеколь решили застроить. Прям на болоте дома строятся. Это же вообще. Так, что нам надо? Там прям получается. Я думал, что витражные окна это для экономии. У меня есть. Уменьше кирпича, побольше стекла. У нас кирпичи стекла тоже дешевые. Ааа. Да, да. У меня агностик будет, мы не ждали. Ухать будет не туда. Сейчас, наверное, уже железные ставят или до сих пор пластиковые? Алюминиевые. Алюминиевые, да? Да, уже алюминиевые. Алюминиевые. Алюминиевые уже получится по экологии. Конечно. Классик-то в Вене тут ставят. Бюджетные дома ставят. Да. Ну, да, да. Я знаю, я жил в бюджетном доме. Я тоже не в Путово. Хе-хе. Ну, у меня там, наверное, местная классика, у меня есть тронки огня. Красота. Да. Итак. Т中火 печет на сберегу. Да. Сейчас с дождик. Потом еще неделю, наверное, тепло будет? Да нет, вроде бы уже как бы этот… Уже все? Хотелось бы еще чуть-чуть отодвинуть зиму. Завтра 15, это тоже тепло. Так, относительно. 15 уже хорошо. Был мне тяжело, Пашка. Пожалуйста. Спасибо. На следующей неделе тоже где-то 15. Вылечиться перед зимой. Мороз пошел. Это после 30 градусов. Простудился. Вроде все вылечилось. Только этот насморк остался. Насморк, он еще такой. Но мы на льду работаем. А если на льду поймут. А если на льду поймут. Там уже холодно. Закаляешься? Закаляешься. Хорошо. Кашель, смотря какой. Кашель нежелательный. Никакой. Показатель работы легких. А легких у нас одним из самых органов. Главных. Вот же коронавирус был. В основном било по легким же людям. Кислорода не хватало. То, что кислорода не хватало. Это все. Вроде человек. Бывало такое. Вроде спортсмен. А легкие слабые. Оказывается. Время. 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 Правильно. Время. Что не просто так. Ну, у нас, знаете, люди бывают. Хорошие желудки. У нас много кредитов. Ну, это да. Но это тоже неправильно. Ну, нет. Так получается. К сожалению. Такая шея. Вообще, я просто даже не знаю. Отлично. Мне так много. Вообще, мне ноги не зачеркнули. Честно говоря, я вот в магазин захожу. И ничего покупать не хочу. Все равно. Как, блин, цены. Ну, просто, вроде, год назад мы еще видели, да, цены были низкие у нас. Такие шеи и машины. Люди. А сейчас я захожу и смотрю, что то, что стоило там. Ну, то же самое там. Что я сегодня зашел? Хлорка, да? Хлорка стоила 100-150 тенге, да? Она сейчас 850 тенге стоит. Так вот такие цены. Та же самая. Сейчас уже ставят такое, что... Ну, люди... Вообще, пишут уже про дно, что... Многие уже дучки. Ну, это, конечно. Стояк считается средний класс. Это тот, у которого есть машина и квартира. Здесь же мы бежим точно без кредита. Угу. Это считается средний класс. Да ладно. Вообще, да? Решили приравнять. Ну, это шучушка какая-то. Сколько скажите? 707. 977. 0773. Ну, что же какая-то? Да, что вообще-то. Те, кто снимает квартиру, это считается низшим классом. Ну, люди вступают в квартиру, там, и, видимо, квартиры не машины. Не, я к интеллигенции, допустим, отношу людей, у которых есть 1 миллион долларов наличных. Это средний класс. Я отношу. Все, что ниже, это бедные люди. Ну, я имею в виду... Это неправильно. Это бизнесмены, у которых есть 1 миллион наличных средств. Где миллион тенге? Долларов. Наличных средств. Ну, это неправильно считаю. Ну, это считается уже для нас, сейчас в наше время, это считается высшим классом. Это выше сейчас считается? Ну, что тогда средний класс? Нет, это класс средний класс. Вы говорите квартиры, машины и нет кредита. Да. И бизнес есть. Нет, бизнес это у кого бизнес, у кого постоянно, стабильный дом. Это считается высшим классом. Кроме наличия всего вот этого. То есть, наличие бизнеса это уже к высшему относится? Да нет, квартира у человека это что? Ну, пусть это пусть хотя бы будет квартира, машина, но я думала, что квартира, машина считается высшим. Нет, оказывается, вообще не так. Да нет. Ему же на что-то надо жить, эту квартиру надо содержать. У него есть жена там, ну да. Я имею в виду, наверное, квартиры, машина. И еще есть возможность там раз в год отдохнуть в Турции, не знаю. Что делается? Что делает? На наличии квартиры, машины, без кредита. Это вы где-то прочитали? Ну, так выступаете, так говорит, ученый. Не ученый, а финансовый аналитик. А бред это? Я себе согласен. Без кредита только. Без кредитом? Угу. Без кредитом. То есть, без ипотеки. То есть, да. Без ипотеки, без кредита, например, машины. Ты можешь это всего лишиться. Я думала, что может быть и с кредитами никто это имеет, но это и правильно понять, вдруг ты не сможешь платить и всего это лишишься. Всё, обычно я без ничего осталась. Тогда ещё надо наличие работы. Какой-то, ну, постоянной. Стабильная работа. Очень много, но очень много километров. Потому что мы реально не знаем, что правильно. Я не знаю. Машину здесь подкидываешь? Здесь налево. Там, где-то было. Мы уже приехали, собираем машину. Собрал? Вот так вот. Грусть и печаль просто. А? Я говорю грустно. Очень грустно. Что происходит с миром, что происходит? Вообще это... Дашь, 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 дашь. Это очень страшно. Что строится с россиянами, которые бегут? Что будет с нами? Что, как? Я вообще не буду. Я, конечно, оптимистично подхожу ко всему миру. Что-то смотреть всё это, что-то очень тяжеловато. Сейчас если сто тысяч тенге, это не деньги. О чём ты говоришь дальше? Ну да, сто тысяч уже не деньги. Тут же нельзя заезжать. Не-не, вот так мы выйдем. А, вы здесь выходите? Да, мы выйдем. Там перекрыли с той стороны, да? Там перекрыли. До сих пор не мою. У меня когда-нибудь закопают. Сейчас. У меня открывается. На данный день он это сделает, наверное. Да. Адем аккуратно. Адем аккуратно. Адем. 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 Так. Адем. Завершаем. Спасибо за поездку. Адем. Спрос падает. так нам надо на выезд куда-нибудь поддаться я так думаю ничоси мы сегодня покатались ну и думаю где-то до 45 я добил хотя мне уже надо 60000 хотя бы так хотя бы так что-то кто-то заказал и отменил не захотел ехать там наценки вообще не было 350 ниге там до вокзала выходило я так думаю около около двух тысяч тут и расстояние приличное или они может перепутали старый вокзал снова вот такую изморозь не изморозь короче поел четверо итак нам надо в районе меги наверно мега 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 или нет там не мега там степь какая-то как могут степи быть заказывать чё вообще вы как это база 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 ну я я вообще думаю ладно память не работает но у меня хорошо с ориентацией не той которая той самой западной ориентации ориентации в плане нахождение информации по какой-то по адресу главный этот адрес запомнить какие-то шпаргалки создать чтобы можно было быстро искать эту информацию находить как мы поступим двинем куда-нибудь в район габанбаи там подождем хорошего заказа я прям так обрадовался то что заказ найдет то что домой поеду а фиг тебе не домой паши давай паши ну за учебу мне надо собрать до двадцать пятого января в принципе там в месяце немного выходит просто у меня много простоев я в этом месяце раньше времени собрал а потом чё-то забил учебу хотел поднимать да какая учеба блин ну реально я стараюсь серьезно стараюсь но не помог получается я не знаю вот эта самомотивация не работает думаю больше не самомотивация не работает как-то тут двояка двояка техника я не могу найти технику для изучения английского языка и казахского языка нужна техника то есть все в разброс как-то сперва келерша там усы шаг потом как-то прошлое время надо как-то систематизировать и прокастинация бьет капец прям прет я я не хочу ничего учить бывает вот вчера рано приехал ну и чего позавчера тоже рано приехал хотя спрос бешеный был можно было подзаработать опять же вот еду на машине ничего не учу даже можно было аудио включить тех же самых деятелей там арабского востока того же самого там этого новаи включить и смотреть слушать 4 часа порожняка 4 часа порожняка и без стыдно где-то в районе уренбора будет 500 тенге катаемся уже 20 была там одна столовка за штуку можно было когда в среднем здесь за две а можно было за штук но видать они уже раскрутились я не знаю таких дешевых столовок и как мне надо и дешево и более-менее чтобы потом не рвало чтобы не травануться чтобы не травануться и и и и и и и и Потом убрал печку, включил печку, выключил печку. Зачем было вообще включать печку? Погодай минуту. 20 ноября. 20-22. 20-22. 20-22. 20-22. 21-23. 21-3. Смотровая площадка На Абу-Даби Подсветка какая-то бомжатская Еле-еле видно Велосипедисты В такую погоду Гробят свое здоровье Ради копейки Я тоже Помоложе был На бороде Работал Что-то вообще все фиолетовое Все фиолетовое Можно развернуться Куда мы поедем На Косолка Ну давай Где это Косолка Косолка Это Сапаева Там есть нормальная Столовка Косолка Косолка Так что с линии мы уйдем Косолка Косолка А мне заказ дают Вообще в другую сторону За три копейки Шли лесом Да? Шли они лесом Зачем я сюда Ехал Что с этим интернетом Вообще не пашет Что там на Косолка Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап День не зря прошел Так же мог бы сидеть дома Медитировать Думать о том, как я буду учить Казахский, английский Политологию Я просто въебучил 1 миллион 100 тысяч на ветер Можно было купить Оборудование по покраске Автомобилей Все, снять, арендовать гараж И заниматься битыми машинами И не париться Нам единственное это аккуратность Чистые руки, перчатки Сильно цены не заряжать И те же бы 200 тысяч в месяц И зарабатывал Вообще мне деньги не нужны По сути дела, если бы я По сути дела, если бы Мне не надо было зарабатывать На образование Я бы и Я бы сидел дома И вуз не дул Ученым я не стану Это по-любому Потому что у меня просто терпения не хватит Это тома штудировать Там тысячами надо эти книги читать Я одну книгу прочитать не могу Какой из меня ученый? В пустую говорить Это да, это мое Ни о чем По ветру слова пускать Не имея никакой базы Да, может какие-то из них в цель попадают Но От этого толку никакого нету Ни рыба, ни мясо Надо вот Экскаваторщиком пойти И научиться нормально копать Или крановщиком Там не надо там учиться Четыре года Или комбайнером Там тоже поработал Там же новая техника Уже по GPS В принципе двигается Это не как на старых Нивах Нивах, Ивах Или как эти раньше Комбайны назывались Которые один день поработаешь Два дня ремонтируешь Вот интересно тоже Да, здесь Здесь сеяли зерно Вот возле Астаны Потому что я помню Комбайны стояли за городом Здесь уже сейчас ничего нет 24 косарейца осталось Астаны Продолжение следует... 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 Смотря какие преподы всегда говорится, тогда учиться надо. У нас все новые. Все новые преподы? Да, все новые. Молодые? Да, молодые. А, ну всё, тогда что-то. Учиться надо и колледжом конкретно сейчас занимаются. А, типа, серьёзно? Да, новые руководители пришли. Уже 17 лет стоит этот колледж. 17 лет? Да, просто первооснователь умер и его дочка, новый владелец, новый руководитель пришла и смотрит на это всё. Что за бардак? О, ну хорошо. Как зовут эту дочку? Дочку? Татхамара. Тамара? Да. Русская что? Вроде русская. Вроде нет. Просто на русском говорю. А колледж как называется? Она даже имя поменяла. Колледж. А это сейчас как называется? Урбан. Урбан. А раньше был индустриальный, техноэкономический. Индустриальный звучит больше? Урбан это когда люди с этих отдалённых регионов приезжают в город. Урбанизация, процесс в урбанизации. Урбан. И у нас тоже. Тоже. С дальних регионов приходят. Крамы сюда. Из-за этого. Вот допустим на Казгю, на колледж университет все поступают. Даже местные. А к нам только едят эти регионы. А сам откуда? Я сам Шимкент. Шимкент? Да. А в Шимкенте что не поступало? Не хотелось просто. А? Не хотелось. Дома рядом же? Рядом, но деньги просили. Что поступить? Серьёзно? На гранд. Да. Даже на колледж. А, обалдеть. Вот у вас такие умные, да? Да. Вот такие даже своих, да? Да. Даже своих, да? Чужие вообще не жалеют. Тем более у меня скидочку сделают. Вообще плохо, да? Что такие у вас? Как вся такая вишня? Не знаю. У нас нет коррупции, у нас есть взаимопонимание. Не, что это взаимопонимание, если по взятке на гранд поступать? Не знаю. У меня аттестатом всё было нормально, но есть... Я не хотел просто платить, чтобы учиться на колледже. И правильно. Кто хочет? Лучше в Астане, там столица есть, есть куда развиваться. Пусть и трудно, первый год, но привык. Ну, а если общаги, то нормально? Общага нормальная. Тем более ремонт сделали. А ещё ремонт есть? Ремонт сделал, и название поменяло. Ну, всех кадров, да, старых, убрала, уволила и новую команду собрала. Хорошо. Ну, нормально, да, мне сам станет. Будущее. Это точно. Да, на корочку получите всё. Да. Оно проще будет. И программное обеспечение, что там знаешь, как это называется? Самому надо учиться. Корочку получишь. Если хорошо всё будешь ждать, тебе в университет даже не нужно будет. Допустим, там дата-сайтинг там. Дата-сайтинг. Да, это сайты создавать там. А коды писать у вас самому-то? Да, там уже как-то вот, наполовину готовые сейчас коды же. Наверное. Всё прописывать не надо. Ну, мы только сейчас в первом курсе всё это ведь. Ну, школьная программа. Онлайн ты открываешь, в интернете там всё есть. Он сама всё объяснит. Как сайт создать там полностью. Сам по себе дома сидишь, там создаёшь, пишешь. Да. Там программы специальные, там даже не надо полностью код писать. Там программы специальные, допустим, SQL там специально допрограммируем. Да. Сам учишься там, у тебя это для курочки всё. Там же будут, если принимать на работу, будут спрашивать, ну, умеешь, не умеешь что-то сделать. Да, главное, что что-то умеешь. Главное, это если выше хорошо закончить, я в армию пойти, прийти и можно на КНД отправить работу. С программой выключения? Да. Да. Там чтобы не только военные работают. Ага. Программным обеспечением, чтобы не было на страну кибератаки. Да? Да. Нормально. Можно устроиться. Да, можно устроиться, только выше. Только взятки надо заплатить. Ну, да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Там тем более заплатишь, потому что ты должен собрать все документы с родственниками. Ага. Читатан, ворот. Все документы собрать и сзади. На то, чтобы с архива вытащить эти документы, да? Уйдет год. Вот, да. Ну, нужно взятки вот эти. Хе-хе-хе-хе. А это так плохо, блин. А чего так можно, да? Да. Казахстан. Казахстан, да? Да. Я вот тоже раньше думал, как называется. Ну, богатые же люди, да? Они же взятки не первый год берут, да? Да. Уже миллионеры. Зачем им больше, да? Зачем им больше. Человеческий аппетит. А там, оказывается, они даже этот, как называется? Не просят, не просят вообще. Просто предлагают. Да. Потому что это геморрная работа. Искать архивы, перетаскивать. Лучше, да, давай, братан, договоримся. Да. Как? Кельсиемис? Да. Кельсиемис. Это плохо. Ну, что это? Да, наш президент что-то делает с этим. И что он делает с ЖГУ? Говорит, что делает. Говорит. Говорит и делает разные вещи. У нас министерство образования ничего не делает. Сказать он может что угодно, что там, как там Жанна Хазахстан, там все сейчас борьба с коррупцией. Сейчас, да, Жанна Хазахстан в моде. Да нет, это просто слова. Слово. Красивые слова надо сделать. Чтобы люди поверили. И какую-нибудь в эту подачку дать там, я не знаю. Пенсионерам добавить две тысячи деньги. Чтобы они за тебя голосовали. Вот этот Гурбин, да? Да. Нормально, в принципе. А тут еще, да, пустой корпус, да, рядом? Это общага наша. А там мы учимся. Здесь общага, а тут учитесь? Да. Хе-хе, нормально, рядом. Это хорошо же. Кайфово. Так, 707? Спасибо. 977? 0773. Район хороший, недорогой. Берег? Да, да, берег. 1090. 1090. 1090. Пахавать здесь все можно. Для улучшения качества. Для улучшения качества. Все даем хорошие. Да. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс. Каждый таксист, когда меня привозит сюда, да? Давай попис... Потому что сидеть в одном месте, да, таксовать? И накапливайте бензобаты и все. И давай я пописываю как раз отдаленно. Да, да. Мы в этом плане тоже. Здесь тоже... Для КСБ что-то здесь есть вот тут, да? Да, да, да. Это государственное здание. Что-то там есть типа. Вот видите проволоку. Угу. Это электрозабор. Ааа, ну что-то там есть, да? Да, да. Здесь торпка. Дальше дороги нет. Угу. Здесь мы и они все. Мне вот интересно, кто это такие, блин? Ну не знаю, мы тоже не знаем. Как-то спрашивали, но они тоже не знают. Ааа. Здесь 5-7 машин стоят и все. После обеда 15 или 20 машин стоят и все. Угу. Ну ладно. Удачи. Закончишь, КНБ поступишь. Ладно, спасибо. Удачи. Если меня поймаешь, то отпусти. 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 Ага. Удачи. 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 Капец. Колледж. Колледж. Где-то, где-то на задворках. Ничего себе 50 лета бая 150 лета бая Заасфальтировали Что-то я ничего не вижу Фары протереть надо что-ли Фары походу закидало Что делать Спрос уже 9 часов Будем учиться Или не будем учиться Всего штука осталась Да Доброе утро Тринадцать семь. Тринадцать семь. От желания. Завтра с утра надо выкатиться. Сейчас надо на заправку заехать сразу. Газку подлить на два косаря. Че стоишь? Кого ждешь? С моря погоды. Так, сейчас воду, газ. Что ты едешь, не едешь? Лада седан! Под плажан. У меня зазоры какие-то четкие. Че-то это не то. Это не та НИФа. Ее ручную дорабатывали что ли? Зазоры какие-то хорошие. Зазоры какие-то хорошие. По крайней мере отсюда смотрится нормально. Бампера алюминиевые. Жигулевские вот эти вот. Ну получше пластика будет. еще азиавто. Азиавто. Азиавто-то уже нету. Закончили его. Ну пока НИВА. Газовая заправка на два косаря. Надо, надо, надо. По-любому. Вчера бензинчика подлил. Газа заправил. Но чуть-чуть я. Зажопился. Нельзя жопиться. Прям заправка такая подозрительная. Они мне заправляют. Чуть не 60 литров. Хотя у меня в среднем. 58 заходит. Или у них там давление такое бешеное. В общем, в любом случае они мне не нужны. Мне не нужно столько газа забивать. Тишина. Здесь где-то 40 км в час. Почему я не знаю. Школа есть что ли здесь. Нету здесь ничего. Ни детского сада. Ни школы. Ограничение скорости висит. Да. Скоро надо будет колеса переобувать. У меня зима есть. Зима, зима. Шесть часов, Карл. Сколько она закачиваться будет интересно. Это капец. Реально машинку кормит. Кормит, не кормит. Я как ее купил. Но, конечно, я вкладывался в ремонт. Менял кузовные детали. Двери, капот. Крылья. Ну, все, что можно было поменять, снять и поставить. Я снял и поставил. Бампера. Вот здесь тоже. Телевизор. Да, я все подряд поменял. И вышло мне это около 600 тысяч. То есть я купил машину за 600 тысяч. И еще 600 тысяч я в нее вложил. Потом замены. Ну, считай, что все поменял. Стойки, суппорта, тормозные колодки. Ну, тормозные, понятно. Кольца на двигателе. Сам двигатель не делал еще. Коробку поменял. Феридо. Ну, Феридо, соответственно, там 10-15 тысяч проезжаешь. Там все оно уже. До свидания. Так. Что еще? Сиденье переднее поменял, заднее их не было. Ну и ладно. Потом обшивку некоторую поменял. Внутри потолок. Потолок я просто обшил. Рейлинги поставил. Зачем, не знаю. Ну, была возможность. Купил, поставил. На них ничего не возил. Просто купил, поставил. Ничего не возил. Это автобус без фар. Так. Где наша заправка? Тут бардачки. Регулировка печки, кстати, надо наладить. Ну и зачем уж не эти электронные светодиодные фонари, если они накрываются медным тазом? Нет. Хотя у меня дома светодиодные лампочки. Они годами работают. Вааа. Рули. Рули. Что ты так тормозишь? опять здесь пробка о, асфальт закатали ты смотри, как красиво стало и здесь все закатали мама моя женщина, как все красиво свежое опрятненько что, есть газ? нет газ? есть? нет? темно темно что ты пищишь? так 2500 что-то Тимень, тимень, тимень. Так, где ты? Где мне мелочевку набрать? 100, 200, 300. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сол, давайте прощаться. Ну, давайте прощаться. Ну, давайте прощаться. Ну, давайте прощаться. До свидания. Девчонки, девчонки. Девчонки, девчонки. Я пойду домой. Девчонки, девчонки. Здорово草, медв Até. так что я сказал все до новых встреч у нас уже 6 часов 6 минут ну давайте еще 6 секунд пускай будет тыч-тыч-тыч